Сначала маленький технический момент. У меня просьба к ребятам, кто записывает видео и аудио, запишите, пожалуйста, вебинар. Я сейчас тоже поставлю на запись, но, знаете, всякое бывало. Я раньше записывал, а у меня что-то не записывалось. Поэтому, кто вебинар записывает, товарищи интернет-пользователи, поставьте на запись. И потом не скажите, что там получилось или не получилось. Потому что я потом это на сайте размещу, поскольку вебинар бесплатный. Я хотел бы разместить в открытом доступе эту запись. Давайте технический момент. Все меня видят, слышат. Ну, там кто-то записывает, какие-то программы есть. Да, слышно, видно, круто. Спасибо. Значит, я думаю, что все разобрались, да, что с левой стороны у нас чат. По традиции, значит, вебинаров и по правилам не такого, неофициального вебинара сообщества, есть некоторые правила. Они, в принципе, присущи всем правилам в социальной сети. Ну, не всем, конечно, но, в общем, слушаем, да. Мы не заводим личную переписку в общем чате. Не начинаем болтать со словами. Привет, а ты откуда? А чё у тебя? А у тебя откуда вытекает? А у тебя откуда вытекает? А у тебя чё болит? А у тебя чё болит? А тебе как вот ёкает? Вот так ёкает? Или у тебя вот так ёкает? А у меня вот ёкает ёк-ёк-ёк? А у тебя как ёкает? А у меня ёк-ёк-ёк-ёк-ёк. О, классно. Давай об этом поговорим. Вот чтобы такого анонизма не было, давайте не будем обсуждать вот это йок-йок-йок, и как вот у вас, а та вас, как чат предназначен для вопросов. Когда я закончу общую лекцию и говорю там, задавайте вопросы, посыпется вал вопросов, придется как-то их систематизировать, я какое-то время их почитаю, пойму, о чем я сейчас буду говорить, остановлю вас, расскажу, потом опять прошу задать вопросы, опять прочитаю минуты три перечень ваших вопросов, опять вас остановлю, и так мы будем продолжать где-то примерно второй час. Первый час у нас тема, как вы помните, стратегии тактики психотерапии. Нас не так много, как мне казалось, нас 140. Ну, наверное, кто-то там, Максиму пишет, что не может зайти, у кого-то запрашивает пароль на комнату, непонятно, почему запрашивает пароль, как вы видите, все 140 человек зашли без пароля. Если у кого-то запрашивал пароль, напишите в чате, что вы сделали, чтобы он не запрашивался. Насколько я помню, надо поставить галочку «Я не модератор». Там запятую надо ставить, а где запятую надо ставить? Макс, ребята говорят, что надо ставить ссылки-запятую. Ссылки-запятую? А в как... Перед Красиковым запятую? Да, на галочку «Модератор». Проверь, есть ли запятая после Красикова? Сейчас. Вроде заходит, ребята говорят, где-то запятую надо поставить. Ну, вот видите, у многих работает, у кого-то что-то там пишет пароль, но мы не можем понять, почему. Подождите, подождите. «webinar.webinar.tv slash conference, запятая Красиков». Но вроде все как обычно. Вот, ребята, начали заходить. А, ну все. Замечательно. Все, ребят, спасибо. Давайте эту тему со ссылкой закроем. Значит, смотрите, технический момент. Слева у вас в ближнем левом углу есть всякие значочки. Значит, кто меня не слышит, то это, скорее всего, вопрос к вашему интернету или к вашему компьютеру. К вашим колонкам. Потому что, как я понял, слышат меня многие. Вот. И, значит, если меня многие слышат, значит, эта проблема 100% не от моего компьютера и не от провайдера, а от вашего компьютера или вашего интернета. Поэтому тыкайте проводочки и еще что-то тыкайте. Давайте я... Да. Давайте я представлю вам человека, который занимается... У которого замечательная работа исполнительного директора Центра психологического консультирования. Он же Максим, тот самый, который отвечает вам на почту, на письма, который помогает мне справляться с большим объемом писем. Максим, несмотря на это, все равно на некоторые письма и я не могу ответить, но он вроде старается всем отвечать. Но делаем, что можем. Значит, сейчас я расскажу про то, что мы будем делать в дальнейшем и как, а потом перейдем к дальнейшему дирекционной части. Максим хотел вам сказать пару слов, на самом деле, поскольку он человек не публичный, да, это я, самовлюбленный, как там в интернете написано, самовлюбленный, как там, самовлюбленный нарцисс, который, значит, высасывает деньги, как, в принципе, нефтяная вышка. Вот, собственно говоря, этот самый самовлюбленный нарцисс сейчас представит вам Максима, который вам, наверное, скажет пару слов. Макс, иди, садись. Давай быстренько, я не готовился ни к чему. Ну, не надо готовиться. Садись и что-нибудь скажи людям. Они тебя пишут, тебя насилуют твой мозг. Ребята, всем привет. Хотелось бы представиться. Меня зовут Максим. Меня видно, наверное, да? Все хорошо. Смотрите, для чего я представляюсь. Для того, чтобы вы имели какое-то представление вообще, с кем вы общаетесь, кому вы отправляете свою витронную почту, свои данные. Вот сколько сообщений. Привет, ребята. Вот. Ну, чтобы было, в принципе, понятно, да, кто я такой, а не просто на фотографиях там с Лешей возле трактора. Вот. По поводу себя быстренько, коротенько расскажу. Вот. Может быть, кому-то интересно. Большинству, наверное, нет. Вот. Спасибо за терпение, пишет. И вам спасибо за обращение, ребят. Я сам болел паническими атаками, в кавычках. Вот. Болел 10 лет, не знал, что это такое вообще. Мучился, маялся. Вот. И на данный момент как раз мы с Алексеем хотим эту тему популяризировать для того, чтобы, ну, наверняка из вас кто-то искал, кто-то пытался там, и попытки были тщетные. Давать максимальное количество информации, поддерживать вас по максимуму. И... Легко, что ли, цвет теперь идет. Спасибо. Вот. Давать информацию по максимуму. Просто максимум информации, и чтобы вы, ребята, обучались, развивались. На самом деле, это очень дорогого стоит. И хотелось бы, конечно, сказать одну вещь. Как раз по поводу людей, которых мы вообще ищем всю свою жизнь. У кого-то есть стоматолог, с которым он работает. У кого-то есть какой-то человек, например, там, ну, мануальный терапевт. Вот. И на самом деле хотелось бы, чтобы Алексей себя зарекомендовал перед вами. Именно как такой человек, чтобы вы оставались всегда с Алексеем, с нами. Вот. И, ну, как говорится, мы были у вас в списке, что вот еще, как бы, такие люди, которым мы будем обращаться. Вот. Так что, ребят, в принципе, наверное, все. Учитесь, развивайтесь. На самом деле, это дорогого стоит. Вы молодцы. Спасибо, что пришли на этот вебинар. Просто супер, отлично, ребят. Молодцы. Все. Всего доброго. До свидания. Я пошел отвечать. Красноречивый ты наш. Да, прям вот. Это был Максим. Да. Обычный парень из Подмосковья. MBA не заканчивал. Папа миллионера. Нефтяного нету. Вырос во дворах какого района Подмосковья? Лёш, не надо лучше. Да, лучше не стоит. Я сдавал бутылки, а он делал... Машину сначала заправлял. ...всякие штуки. Да, машину заправлял. Обычный парень из Советского Союза. Ну что, поехали, да? Поехали. 100, 45. Ну, нормально. Нормально. Да, насчет нового сайта. Я дам ссылку в конце. Сайт делали долго. Ничего там такого сильно выдающегося нету. Чтобы там фанатеть как-то на эту тему. Да. Попытались сделать сайт более информационным, более простым. Потому что прошлый сайт делал Умит. Абсолютно искренне. И мы тогда, когда он мне его дарил, я даже его долго не брал. Как бы говорил спасибо, не надо. Потому что я еще в 2010 году не думал, что так все это станет моей жизнью, моей профессией. И тогда, когда мы делали этот маленький сайтик, я думал, что это просто будет какой-то маленький портал, где будут видео лекции. И люди будут заходить и смотреть. Но через три года вы видите, как это все обернулось. И, наверное, на это есть причина. Если бы было как-то все иначе, наверное, так бы оно не обернулось. Но я думаю, что сейчас вы присутствуете... У нас сегодня день рождения, кстати. Вы присутствуете... Находитесь в день рождения компании. Центра психологического консультирования. Потому что помимо того, что мы будем открывать очный центр в Москве, и мы считаем, что день рождения компании сегодня. Спасибо за поздравление. Сегодня день рождения Центра психологического консультирования. Начнет он с работы на сайте. А ближе к зиме, к Новому году, откроется первый очный центр в Москве. Давайте сразу про новости, а потом по лекционной части. Ребята, кто из Москвы? Я сейчас обращаюсь, прежде всего, к жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Минска. Вот эти четыре города, значит, в Москве у меня состоит... 18 августа в Москве я проведу очный 7-часовой семинар в Московском институте психоанализа, который находится пока что на Ленинском проспекте. Но, наконец-то, институт закончил ремонт собственного большого корпуса и переезжает на Кутузовский. Но пока мы находимся в старом здании на Ленинском до конца августа. Поэтому 18 августа я жду вас в Московском институте психоанализа на 7-часовой семинар. Вся программа будет описана на сайте, на который вы сегодня зайдете в разделе мероприятий или новости. Значит, кто хочет приехать в институт и позаниматься 7 часов с перерывом на кофебрейк, может быть, даже с не одним перерывом, то в милости просим. Пишите на почту. Ну что, давайте, поехали. Наша основная тема, да? Стратегии тактики психотерапии. Я не знаю, кто здесь присутствует. Я знаю, что есть мои коллеги. Я всех приветствую. Психологи, клинические психологи, психотерапевты, врачи. Всем привет. Спасибо, что вы смотрите. И мне приятно. Также здесь есть наверняка ребята, мои клиенты из групп и персональные. Всем привет. Да, Юль, здравствуй. Есть люди, которые только-только столкнулись с этой проблемой. Они совершенно не знают, в чем, собственно говоря, дело. Есть те, которые уже знают, в чем дело. И у них нет симптомов, ну, ярких. Поэтому я решил сделать такую лекцию, достаточно популярную. Для всех слушателей. Для всех категорий граждан. Как говорит Владимир Владимирович. Значит, давайте представим, что мы ничего не знаем про то, что с нами случилось. И войдем в шкуру человека, который только-только столкнулся с панической атакой. Или с каким-то вегетативным напряжением в теле. И мы представим себя на его месте. Поскольку и я был на этом месте, и Максим был на этом месте, и вы наверняка были. Кто-то сейчас как раз на этом месте находится. Что надо делать? То есть, первый тезис, с чего начать. Да? Прежде всего, в любом изучении неврозов, особенно, если даже мы говорим о психологической концепции неврозов, всегда, если у вас есть вегетативные жалобы, телесные боли, телесные недомогания, начиная с головы, заканчивая пятками, можно перечислить. Головные боли, головокружение, чувство сдавливания в висках, вот эта невротическая каска, боли в области затылка, скачки артериального давления, чувство дискомфорта в области сердца, и какие-то боли туда или туда. Сейчас не говорим о том, что невралгия это или не невралгия, не ставим никаких диагнозов, боли в области сердца, отдышка, боли в области солнечного сплетения, сильная слабость, недомогание, слабость, боли в этом самом, желудке, диарея, кишечник, бурление кишечника, повышенная потливость, жар, холод, тремор, это я сейчас телесные, да, переписал, бросает в жар, да, напряжение в глазах, и так далее, тошнота, рвота, что-то у нас еще, покраснение кожи, онемение конечностей, и прочие-прочие-прочие вещи, ощущение нереальности происходящего, чувствую там, что ты в тумане, и так далее, потеря веса, совершенно верно, вот все, что я сейчас описал, ребят, послушайте меня сейчас внимательно просто, я еще не говорил про поведение, только про телесные, да, сейчас симптомы сказал, вот, когда мы все это перечислили, нельзя сказать, невроз это или не невроз, до тех пор, пока вы не придете, ко врачу, или в медицинский центр, любой там, неважно, государственный, не государственный, какой по карману, какой по страховке, как хотите, не пожалуетесь на это, не проведете клиническое обследование, а врач обязан провести клиническое обследование, кровь, значит, обследование терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, ну, по жалобам, да, в чем задача, задача очень простая, если есть телесная жалоба, даже если мы на 90% предполагаем, что оно невротического характера, то бишь функционального, мы должны подстраховаться, раз, и убедиться, два, и в третьих, это еще несет терапевтический эффект успокоения, три, поэтому первое, с чего начать тем ребятам, которые только-только столкнулись с такой проблемой, тревожно-депрессивный, это, конечно, тоже невроз, сейчас я об этом буду говорить, это и есть невроз, первое, с чем, что мы делаем, когда у нас есть те или иные телесные жалобы, это идем ко врачу, и говорим, дядя, доктор, у меня болит здесь, у меня кружится тут, у меня кружится тут, вот это понятно, вот всем, кто только присоединился, всем новичкам, и там, кто к нам, только пришел к врачам, замечательно, пришли к дяденьке доктору, дяденька доктор вас покрутил, повертел, отправил туда, отправил сюда, везде как-то ухмыряются, что-то делают, пишут ВСД, НЦД, говорят, это у вас регитососудистая, какой-то врач говорит о сосудах, какой-то врач говорит это, но в целом, ничего, патологического, чтобы со словами, ой, у вас здесь, значит, новообразование тут, а у вас кардиолог, говорят, у вас тут врожденная проблема, серьезная, и это, то есть, не должно быть действительно серьезных патологий по вопросу того или иного отдела медицины, то есть, невротические проявления телесные, это функциональные проявления, которые не затрагивают сам орган, как анатомическую целостность и его нормативные патоанатомические качества, то есть, невроз в симптоме телесном, это функциональное расстройство, понятно слово функциональное, подождите про страхи, сейчас я только про тело говорю, функциональное слово, всем понятно, что такое невроз? Помните определение невроза? Невроз, это обратимое, функциональное расстройство, что такое функциональное? Когда нет болезни органа, но есть расстройство функции. Функция – это что? Это, ну, понятно, что такое функция. То есть, функция не прекращает свою работу, он либо работает усиленно, либо замедленно. Либо как-то то усиленно, то замедленно. То есть, это не органическое заболевание. Телесные проявления невроза, они функциональны, они не смертельны, они не несут угрозы. Они всего лишь навсего функциональны, то бишь, временны и обратимы. Вот это очень важно, потому что стоит наладить психическое, психологическое здоровье клиента и его функциональность органов. Нет, это не правильная реакция, это абсолютно правильная реакция. Ее функциональность органов и функциональность парасимпатической, симпатической нервной системы вегетативной восстанавливается. Почему происходит такая дисфункция или нарушение функциональности в невротических жалобах по телесному типу? Потому что есть вегетативная нервная система, есть вообще нервная система, как автономная, так и центральная, которая имеет свои педали газа и тормоза. Да, мы знаем симпатический парасимпатический отдел. Помним это, значит. Задача функциональности вегетативной системы как раз состоит в регулярности, в регулировании. Где-то усилить, где-то ослабить. Помним, где-то жар, где-то холод, где-то быстрее, где-то медленнее, где-то, простите, понос, где-то запор. Вот она функциональность, плюс-минус. Нет никакого сбоя, нет никакого срыва, нет никаких болезней, которые понесли сбой и так далее. Есть нервно-психическое напряжение внутри психики человека. В большей степени оно неосознанно. Именно это нервно-психическое напряжение и вызывает то самое напряжение, ну, внутренний конфликт, да, туда же. Именно это напряжение вызывает то самое напряжение вегетативной нервной системы, при хроническом течении которой возникают сильные функциональные всплески. А уже тот или иной функциональный всплеск многие тревожно-мнительные люди как трактуют? Как какой-то симптом приступа, как какой-то симптом кардиологического характера, как какой-то симптом неизведанной зверюшки, которая поселилась у вас где-то, как, естественно, какой-то симптом сумасшествия. То есть обычный функциональный вегетативный скачок из-за напряжения внутреннего, оно же конфликта. Человек начинает ввиду своего, почему Максим говорил про образование, да, сейчас я поясню это. Человек ввиду своего незнания, ввиду своей неготовности, не потому что он плохой, а потому что ему никогда это не говорили, не рассказывали, откуда он это знает. Это медики-то не все знают, если вы будете откровенны, ну, к сожалению. Значит, воспринимать начинает этот функциональный скачок, как что? Как некую болезнь и некую опасность начинает на эту тему очень сильно невротично загружаться. И вот теперь мы переходим ко второму моменту. Первый – это телесный. Телесное проявление всем понятно? Какие бывают телесные проявления? Что-то функциональные проявления. Если вы прошли обследование, это функционально. Замечательно. Вот идем дальше. Значит, после телесных возникают мыслительные или обсессивные варианты. Да? Как идет дальше? Обсессия – это мысль. Что происходит после того, как у вас пошло функциональное расстройство тела? Мы начинаем из всего из этого делать некие выводы. Что у вас там болит, и у вас там болезненный орган, и там у вас какой-то орган болит, и врачи не помогают, и все это ужасно. Начинается крутиться мысль о том, что вы неизлечимо больна, и что никто не помогает. Врачи выписывают таблетки, а таблеток вам хуже. Вы начинаете дальше что делать? Вы начинаете испытывать вегетативные всплески на улицах, дома, на работе, в транспорте. И, к сожалению, делаете не совсем правильные выводы. А выводы какие? Выводы такие, что есть некий приступ, некие тараканы в голове, которые за вами бегают и накрывают вас. Вы говорите, меня накрыло. Когда же не отпустят? Да никогда не отпустят, потому что ничего вас не накрывало. И вы трактуете, что есть некая ситуация, которая от вас не зависящая, которая по своему характеру накрывает вас или не накрывает. Как будто я к этому отношению никакого не имею. Я вот субстанция, которая передвигается еле-еле по дому и по улице, но есть какие-то обстоятельства, которые резко с вами случаются, и вам становится резко плохо. Это очень важная, популярная ошибка. Это не так. Вы каким были, таким и остались. Как у вас, вот вы как были целостны, так вы целостны и остались. Проблема в том, что вы верите в то, что есть некие обстоятельства, которые от вас не зависят. Например, ваша любимая паническая атака. Вот я уверен, что половина населения сегодняшнего вебинара, 75 человек, будет считать, что паническая атака независимо начинается. И независимо заканчивается от него. Как будто он никакого отношения к панической атаке не имеет вообще. Она как-то вот приходит, накрывает. Потом посидела так паническая атака, подумала, говорит, не буду-ка я его сегодня убивать. Завтра убью. И ушла. И человек говорит, у меня повезло, меня сегодня не загасило. Или, мне повезло, я успел домой добежать. Вот это верование вносит еще большую сумятицу и страх, потому что, типа, я это не контролирую. Типа, у меня что-то завелось в голове, и это приходит, и это уходит. А если это придет и не уйдет, как я буду себя чувствовать? Это ужасно, я же с ума сойду. И вот оно пошло. На самом деле, еще разок, да, про паническую атаку вы найдете все в моих видео-лекциях и в контенте на сайте. Но еще разок в целом, что панический приступ, это как раз и есть тот самый вегетативный всплеск, о котором мы говорили выше. Который только, просто-напросто начинает вашими мыслями, как что, как некое обстоятельство, которое предвещает скорую смерть, как некий инфаркт, как некий приступ, что вы сейчас должны умереть или что-то с вами случится. То есть вы вегетативный всплеск начинаете катастрофизировать до такого состояния, и это называется паника. Абсолютно. То есть нету никаких обстоятельств, которые от этого не зависят. Это вы делаете. Мы делали учебник, о котором вы узнаете на новом сайте. И там вот на этом учебнике есть такой пример замечательный. Все сдавали экзамен в своей жизни когда-нибудь в институте, все были на собеседовании, на работе когда-нибудь, да? Да. Много сдавали, много были на собеседовании. Вот я, допустим, год назад у нас была государственная ассоциационная комиссия в институте психоанализа. Мы, чтобы получить право на ведение работы, государственный документ на работе, психологическом консультировании 18 по направлению, нужно было защитить сначала две сессии. Там 18 предметов, начиная с психиатрии, заканчивая тестированием детей и подростков. Но в конце еще надо было сдать государственный экзамен аттестационный по 102 вопросам, билеты из 102 вопросов. Всех этих дисциплин перемешаны. Группа у нас человек 30 была. И все психологи, медицинские психологи, даже врачи-психиатры, вы что думаете, они не нервничали там все? Вы думаете, что психологи это такие люди, которых отливали на заводах, у которых нет вегетативной системы, у которых нету мыслей, нету страхов. Это такие, знаете, зомби такие. А это кто? А это группа психологов такие, знаете, отмороженные такие. Стоят. Да нет. Вся группа психологов так же бегала в туалет. Так же ели, пили, волновались. Замучились со своими бумажками. А куда ее засунуть? А где ее не найдут? Я... и так далее. Все люди имеют вегетативную систему. Все люди нервничают. У всех потеют все, что только можно. Руки, ноги, подмышки. У всех людей тахикардия, когда они нервничают. У всех людей дискомфорт в дыхании. У всех людей может произойти кишечная дисфункция, нарушение флора в момент нервного напряжения. Руки могут трястись. Слюны и железы пересыхает рот. Да, поэтому стакан стоит обычно с водой. Может вылететь мысль из головы. Все мы живые люди, и это нормально. Но проблема в том, что когда у нас есть тот самый внутренний конфликт, который запускает всю невротическую проблему, вы обычные телесные симптомы, такие, которые у вас были на экзаменах, на собеседованиях. У вас были на экзаменах, на собеседованиях вегетативные проявления? Было. Еще как. Так, а вы думали, что вы от этого умрете? Ну, до вашей проблемы. Не думали. Вы знали, что вы нервничаете, потому что сдаете экзамен. Но на самом деле, все было то же самое. Давайте сейчас, у меня любимый пример, это оргазм и страх. Вот возьмем две такие, два эмоциональных состояния. Все помнят состояние оргазма? Я надеюсь, это можно говорить в прямом эфире? Ну, не важно. Значит, вот у нас есть два состояния. Это паническая атака и страх за свое здоровье, и состояние сексуальной разрядки. Назовем это так. У вас что, сердечко не стучит в момент сексуальной разрядки, в момент страха? Стучит? Стучит. В момент сексуальной разрядки у вас потеет что-нибудь? Илья, твоя любимая тема мастурбации, давай вот ставим. Это ты меня там донимаешь на Спрашиваю Руссо своим анонизмом. Давайте закончим эту тему. Так вот. Значит, у вас что, ладошки не потели? Потели. Сердечко стучало? Стучало. Дышать было как-то тяжело? Было. Бабочки в животе летали? Летали. Понимаете? Вот. Да, действительно, ребята, давайте прекратим чат, иначе сейчас я его отключу, неудобно. Вы видите, что вегетативная реакция и вегетативное состояние... Сейчас я вот так сделаю. Вы видите, что вегетативная реакция и вегетативное состояние как в оргазме, так и в страхе, оно телесно одинаково. Сопровождается это только разной интерпретацией, разными мыслями. Когда у вас есть сексуальный контакт и разрядка, плюс еще к этому, конечно, кровь, эндорфины, гормоны радости и счастья, которые интерпретируют всю вашу физиологию по положительную сторону. А когда у вас эмоция страха, у вас гормон адреналин, который интерпретирует совершенно все по-другому. Но это понятно. Но телесно пароксизмы одинаковые. Что тахикардия при сексуальной разрядке, дыхание, как тело напрягалось там и расслаблялось потом в оргазме, так оно напрягается и в панической атаке, а потом расслабляется. Помните ваше расслабление после панической атаки? Вот это такая же точная история. Вы должны увидеть главный нюанс, что телесно никого ни паническая атака, ни невротические симптомы не убили. Они ничем не отличаются от момента, который называется тревога и вегетативное напряжение. По телесному понятно. Теперь мыслительный момент. Переходя к этому аспекту дальше. Очень важно то, как вы интерпретируете то же самое вегетативное свое состояние. Если у меня клиентка на первых этапах психотерапии интерпретирует свое состояние как некую болезнь, которая не лечится, у которой есть приступы, у которой есть страх выходить на улицу, у которой есть страхи, тревоги, ни о каком поиске внутреннего конфликта речь не идет. До тех пор, пока мы что? Пока мы не научим ее правильно. Мы не научим правильно. Ребята, меня слышно? Напишите в чате, я чат открыл. Да, все, хорошо. Все, 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 все. Спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. До тех пор, пока мы клиентку не научим правильно интерпретировать свое вегетативное состояние, ни о каком поиске внутреннего конфликта речь не идет вообще. Надо объяснить почему. Высшая нервная деятельность, кора головного мозга, достаточно интересный агрегатный механизм, у которого есть очень хорошие доминантные особенности, когда все внимание когнитивное, мыслительное и эмоциональное и важный аспект придается какой-то проблеме, как правило, эта проблема крутится у вас в голове, согласны? Вот придаете вы значение своему здоровью, допустим, там, ноге, и вы постоянно о ноге думаете. То есть, вы будете говорить, не думая о ноге, вы все равно о ней думаете. То есть, когда вы придаете какой-то аспект, собственной жизни, например, здоровью в частности, или вегетативным симптомом, ввиду незнания, вот этот аспект и начинает быть доминантой. Все внимание, если хотите, вот эзотерики скажут слово «все энергию», «все концентрацию внимания», вы сосредотачиваете в этой точке и начинаете думать постоянно только об этом, и об этом, и об этом. Соответственно, вся доминирующая функция отдана именно обдумыванию симптомов, обдумыванию, как с этим быть, что с этим делать. Особенно этому классно помогают анонизмом, мыслительному форуму и группы, сели и на весь день давай говорить о том, как у вас и чего. Думая, что вам от этого становится легче. Вам от этого становится только хуже. Это вот сто процентов. Любой специалист или не специалист даже, вам об этом скажет, что пока вы мыслительно на форуме постоянно об этом читаете, думаете, вы подпитываете свой невроз навязчивых состояний. Потому что задача вашего психолога сместить доминанту с чего? с ваших симптомов на обстоятельства, которые вызвали этот невротический выход. Вместо этого вы говорите, нет, я на форуме пойду, там же интересно, там же у Сашки, у Машки, у Петьки, у Гали то же самое, что у меня. Для какого хрена вам там делать? Ваша задача найти психолога или психотерапевта или консультанта психолога, с которым вы будете обсуждать на первых этапах и работу с симптомом, а потом придете к тому, что вызывает симптом. Но если вы будете сидеть и обсуждать свои симптомы, как вам плохо, как у вас вытекает и втекает, и как вы кашляете или не кашляете, где вас накрывает, и сегодня мне накрыло на пятой станции, а вчера мне накрыло на третьей. А интересно, Сашка, а тебя накрыло на какой сегодня? А меня на шестой. Ух ты, ну ты молодец, да. То есть, конечно, элемент некой поддержки там есть, но этот такой элемент, знаете, который никогда не отпустит человека, который бы захотел уйти из невротического состояния. Потому что пока вы говорите о симптоме, пока вы его обсуждаете, пока вы о нем читаете, пока вы об этом говорите, доминантная кора головного мозга не в состоянии сместиться в сторону поиска внутренней проблематики, обстоятельств жизни и личности. Поэтому, к вопросу, с чего начать. После того, как вы прошли все эти обследования, когда вы поняли или посмотрели ролики вашего покорного слуги, и посмотрели его учебники, которые мы сделали для вас, или вы пришли к своему психологу в своем городе, или занимаетесь дистанционно с психологом, ваша задача на первом этапе научиться правильно интерпретировать собственные симптомы. Чтобы правильно интерпретировать собственные симптомы, подходит как когнитивная терапия, это во многом, так и когнитивная в большей степени правильно научает интерпретировать именно вегетативные проблемы. Потому что в гештальте гештальт построен прежде всего на чувствах и чувстве контакта. И там нету органической интерпретации. Вот когнитивная терапия дает интерпретацию верную. То есть неверная интерпретация о здоровье меняется на объективную, реальную интерпретацию. В гештальте гештальт хорош, когда вы пришли к проблеме. Когда есть, допустим, чувства, которые вы недорабатываете, недопроживаете, которые застревают, и где вы не полностью отдаетесь контакту. Ну, это сложная терминология, сейчас не поймете. Вот гештальт хорош, когда мы пришли к проблеме. Или когда человек пришел с запросом не в тревожно-фобического вегетативного уровня, а с запросом, допустим, депрессии. Тогда, безусловно, сразу гештальт может хорошо работать. На мой взгляд, сейчас гештальт-терапевты, да, может быть, не будут со мной согласны, что на первом этапе вегет сосудистой дистонии терапии или тревожно-фобических и соматоформных расстройств невротического уровня, прежде всего на первом этапе очень хорошо работает когнитивно-поведенческая психотерапия, которая учит вас правильно интерпретировать симптомы, раз, а теперь правильно мыслить, два, естественно, и правильно себя вести, три. Теперь про поведение. Смотрите. Поведение в неврозе всегда придавалось ему очень важное значение еще со времен Павлова и до сегодняшнего бихвеоризма. Объясню почему. Потому что есть все-таки высшая нервная деятельность человека, есть кора головного мозга и прочие отделы, помимо коры там еще их много. Есть такая штука, которая называется рефлекс. Рефлекс никто не отменял, ни у животных, не у людей. Давайте простенький рефлекс, для того, чтобы вы поняли, как рефлекс и поведение влияет в невротическом расстройстве. Возьмем обстоятельства панической атака, страх, и обстоятельства, когда вы от нее избавились. Ну, допустим, съели какую-нибудь таблетку, позвонили маме, выбежали на улицу, убежали там домой или еще что-нибудь сделали. Вот у нас такие задачи дано. Как из этих дано сделать рефлекс? Вот нам дана паническая атака, как ситуация, или там ситуация, неправильно сказал. У нас задачи дано, обстоятельства улица или, допустим, обстоятельства офис, выбирайте для себя любое, обстоятельства дом. Значит, также дано у нас эмоция, панический и пероксизмальный приступ, а он называется по классификации эпизодическая пероксизмальная тревожность, на самом деле. Ну, по классификации. Вот у нас дана пероксизмальная эпизодическая тревожность, телесно у нас даны вегетативные симптомы, ну и еще у нас дано, как это все заканчивается. Допустим, вызываю, там, звоню маме, звоню мужу или иду домой. Вот у нас это дано в задаче. Как у нас, собственно говоря, будет выстраиваться рефлекс? Смотрите. Сначала мы ставим обстоятельства, офис, затем мы в этих обстоятельствах, это очень важно, ситуация, обстоятельства, офис, в этих обстоятельствах мы испытываем какую-то острую эмоцию, в данном случае паническую атаку, и мы эту острую эмоцию должны как-то сбавить, убрать, то есть ее устранить. мы что-то сделали, когда ее устранили, допустим, позвонили маме, или съели таблетку, или куда-то убежали, и затем мы должны испытать новую эмоцию, позитивную, под названием облегчение или подкрепление в нейрологии. И вот у нас цепочечка и сформировалась. Смотрите, улица, страх, паника, действия, отпустила, облегчились. Офис, паника, действия, убежала домой, отпустила. Видите кружочек? И этот кружочек будет везде работать, когда вы несколько раз повторите его, или иногда достаточно одного яркого, и везде первая часть этого рефлекса под названием ситуация будет уже выше нервной деятельности. У вас это сначала так, знаете, сигналит, а вдруг здесь повторится. А мысль, а вдруг здесь повторится, только усиливает все напряжение. А когда будет повторяться, вы будете четко это подкреплять, как мы говорим на нейрофизиологическом уровне, закреплять паттерн или эти самые, как их, прости господи, НЛПшники говорят подкреплять, закреплять якорь, они это называют таким образом, значит, или Павло бы это сказал подкреплять рефлекс, да, вот когда это все подкрепляется, формируется та самая ваша пресловутая агорофобия, когда рефлекс формируется в лифте, на улице, в офисе, в транспорте, и вся череда этих рефлексов, да выходите спокойно, вся череда этих рефлексов начинает обступать людей и начинает не давать спокойно перемещаться. Я сейчас чат открою, вот ребят, понятно из того, что я сейчас рассказывал, что такое рефлекс и как важно поведение, формирование всей этой проблемы? Хорошо, вот, и вот у нас есть телесный, вегетативный уровень, мыслительный, неправильная интерпретация всего этого от незнания, и поведенческий, когда мы начинаем крутить этот рефлекс по кругу в разных обстоятельствах жизни. Теперь стратегия терапии, вот у нас первая часть, вы ее, надеюсь, услышали. Теперь возьмем нашего клиента или пациента, у которого сложились такие обстоятельства, так, все, хватит, я рад, что Ваня избегает людей, попозже все это. Значит, теперь возьмем клиента, у которого, к сожалению, сложились все эти рефлексы, он не может спокойно передвигаться, у него есть вот эти страхи, паники, вегетативные, мыслительные и поведенческие реакции, и вопрос, что с этим делать. Значит, да, и вот теперь к стратегии и тактике. Прежде всего, нету единой рекомендации, то есть, нету психолога, психотерапевта, который скажет, «А, здрасте, у вас вот так, значит, делайте так». Есть все люди разные, и уж если смотреть совсем глубоко, что вызывает невротическое напряжение, да, то невротическое напряжение возникает, вызывает именно конфликт между личностью и жизненными обстоятельствами. Личности, вот сейчас у нас 168, там, 170 человек, да, вот все 170 человек имеют разную личность. Все 170 человек имеют разное детство. Все 170 человек имеют разные обстоятельства формирования своей личности. Что такое хорошо, что такое плохо, как правильно, как неправильно, как надо, как не надо. У всех личностей своя миссия в жизни условная, да, свои законы, свои убеждения, свои, где-то жесткие, где-то не жесткие. Для кого-то сломать ноготь это фигня, а для кого-то сломать ноготь это катастрофа. Знаете, для кого-то миллион долларов это несбыточная мечта, для кого-то миллион долларов это в принципе незначительная сумма, но вот миллиард уже более значительный. Поэтому все мы разные, но у нас есть тело одинаковое, мысли и поведение. Поэтому есть общие правила. Итак, этапы психотерапии в стратегическом ее формате. Есть такое направление, которое называется вообще в любой психотерапии есть задача правильно выбрать тактику и стратегию. Вот этим грешит очень большое количество моих друзей и коллег. Да и я грешил наверное в свое время в начале. неправильно подбирается стратегия. Допустим, первая ошибка человек пришел к вам с панической атакой, а вы пытаетесь ему повести терапию по ходу допустим сразу гештальт внутрь. Да, может не получиться, потому что сначала нужно справиться с определенным незнанием обстоятельств, которые вызывают все это. Или допустим, такая же стратегическая ошибка, когда человек пришел с паническими атаками, а вы начинаете в классике психоанализа продолжайте. С чем у вас это ассоциируется? На что это похоже? Что вы сейчас чувствуете? тоже нам это правильно, это хорошо, но только чуть попозже, когда у человека получилось сработать с симптомом, когда у него получилось, когда психотерапевт объяснил клиенту, что такое вегетативные симптомы, когда человеку разработали план работы с фобиями, вот эти, помните рефлексы? Когда у человека выписывает все свои ситуации, где он боится, или расстояние выписывает, куда он там боится передвигаться, в смеси с психологом конкретно выстраивается цепочка этих ситуаций, подбирается непосредственно из списка упражнений, упражнения под этого человека, и вот когда он уже у вас может передвигаться и находиться в лифте, и не бояться вегетативного напряжения, вот тогда уже делайте стратегическая задача второго типа, когда вы уже начинаете знакомить его с тем барсик, почему же у тебя так случилось вообще? То есть, когда к вам приходит клиент со словами у меня паническая атака, и экстра систла, йокает, прыгает и выпрыгивает, а вы ему сразу про маму и про папу скажет, какие-то они больные эти психотерапевты, причем здесь мама и папа когда у меня паническая атака вообще. Правильно? Я сейчас чат открою, кто работал с психотерапевтами, кого на первых двух сессиях с жалобой панической атакой спрашивали про маму и про папу. Интересно, есть такие? Первая, вторая, третья сессия мама, папа есть такие? Вот. вот она классика жанра, потому что мама и папа они, конечно, важны безусловно в построении анамнеза болезни, анамнеза жизни, но сначала мы должны понять, что мы работаем с чем? С снятием острого симптома, методом информирования и практическое применение упражнений и практическое применение именно на практике работа с панической атакой, с агорофобией, с издвиганием, с клаустрофобией, с мыслями. вот когда у нас это проработано, клиенту становится легче, каких взять психологов? И еще раз, это лично, ребят, мое мнение, я не против никакого метода, но мне кажется, что самый объективный метод, который может на первом этапе хорошо объяснить, это когнитивно-поведенческий, но вы должны понимать, что метод не несет ответственности за того, кто его применяет. То есть, если вы говорите, и я говорю, что когнитивно-поведенческая терапия хорошо работает на начальных стадиях работы с симптоматикой, это правда, но я не могу вам гарантировать стопроцентный результат априори, и не могу гарантировать о том, что я не знаю, кто и как этот метод применяет. Вот Аарон Бек, допустим, и его ученики применяют этот метод так. Вася Иванов из Саратова применяет этот метод по-другому. Петя Сидоров из Санкт-Петербурга применяет этот метод по-третьему. И здесь как раз и проходит вот это искажение переводов двусмысленность толкований методологических каких-то основ, которые приводят к разным результатам, потому что, безусловно, личность психотерапевта имеет большое значение для когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческой терапии во многом директивна. И представьте себе такого психолога, да, я сейчас чат открою, так, настроение поднять. Представьте себе когнитивно-поведенческого терапевта, к нему приходят женщины или мужчины. И когнитивно-поведенческий терапевт такой сидит, такой говорит, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. У вас какая проблема? Паническая атака, да? Вы не бойтесь, пожалуйста, от этого вы не умрёте. А давайте с вами попробуем на улице сделать такое упражнение. Вы вот дышите, пожалуйста, ровно и спокойно, и с вами будет всё в порядке. А вот вы дышите носиком, носиком, пожалуйста, вдыхайте так вот вот так вот вдыхайте аккуратно носиком. Понимаете, когнитивно-поведенческая терапия во многом директивна и во многом и в бессознательных процессах, и в терапевтических процессах во многом зависит то, как психолог и психотерапевт может объяснить разным людям достаточно сложные концепции связи мыслей, эмоций, реакций. Вот когда вот это вот, знаете, вот так вот, ну, не пойдёт процесс. Поэтому, конечно, не пойдёт процесс. Вот очень многое зависит от личности психологов психотерапии. Если вы пришли к стоматологу, то он вам как личность в принципе не сыграет роли, кроме как его профессиональные качества, как вот руки, да, руки-навыки. В психологии и психотерапии тоже важны навыки и так далее, но ещё на первом этапе включается личность. Если эта личность как личность имеет свои особенности, то, конечно, его и клиенты будут особенными, и результат будет такой же. Вот допустим, я и ваш покорный слуга не нравится определённому количеству, определённому темпераменту и определённому типажу клиентов. Я знаю типаж клиентов, которым я не нравлюсь, я знаю типаж клиентов, с которыми у меня не пойдёт контакт и психотерапевтическое взаимодействие. В то же время я знаю клиентов, с которыми пойдёт и хорошо. У меня есть, допустим, мой супервизор, и у меня есть, допустим, много знакомых из нашего института психоанализа, московского. Каждый практикующий специалист знает свою личность и знает своего, условно говоря, клиента. Кто к нему придёт, кто к нему не придёт, или кто останется, а кто уйдёт. И это нормально. Поэтому к вопросу о стратегии. Вот вы, когда уже пришли, начинаете работать. Не бойтесь выбирать, не бойтесь проверять, не бойтесь прислушиваться к своим каким-то ощущениям, не бойтесь говорить о том, что если вы работаете очно по поводу оформления, всё ли вас устраивает, может быть, что-то вам не нравится. Старайтесь это не замалчивать. И особо главное, если вы понимаете, что что-то идёт не так, и где-то что-то вам не нравится или дискомфортно, старайтесь это обсуждать. По правилам психотерапии не совсем этично прерывать занятия вот со стороны обеих сторон молча, не объясняя причину. Психотерапевт имеет право прервать одностороннее занятие, если начинает понимать, что клиент нарушает его как телесную безопасность, так и психоэмоциональную безопасность. Ну, например, клиентка начинает жёстко пытаться уверять психотерапевта, что он единственный неповторимый, который ей нужен, что он её значит, 14 часов. Спасибо. Он единственный неповторимый, начинает его сексуально провоцировать, начинает его сексуально как-то откровенно домогаться, и весь процесс сводится на объяснение этих чувств, и если это затягивается, и это приобретает достаточно специфический, провокационный момент ещё и с преследованием этого терапевта, то, конечно, любой психолог и психотерапевт имеет право защищать свою честь и достоинство и своё психоэмоциональное здоровье, огородив себя от таких людей. То же самое касается, когда человек начинает писать вам 30 писем в день в скайпе, в контакте, на почте со словами «Когда? Когда? 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 Алексей, Алексей, Алексей! Знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса, знак вопроса, смайлик, смайлик, смайлик. А когда? 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 Алексей, Алексей? И всё это в течение часа, то, конечно, ты пытаешься сначала как-то объяснить, но когда это продолжается, ты потихонечку стараешься как-то ограждаться, потому что ты работать не сможешь, знаешь, если у тебя по 50 раз вот это всё «Когда?» Причем не разный человек пишет, а один и тот же. Это другой вопрос. Поэтому психолог имеет право ограждать себя от таких серьезных психоэмоциональных посягательств на свои профессиональные навыки и свое здоровье личное. Но клиент имеет полное право выбирать себе консультанта. Он имеет полное право отказываться от консультанта. Но вы должны это обсудить и провести заключительную встречу. Допустим, вы пришли к Васе Иванову со своими паническими атаками или сагорофобией и говорите, Василий Васильевич, давайте поработаем. Вы начинаете работать либо дистанционно, либо очно. Сейчас в данном случае это не так важно, потому что тревожно-фобические расстройства не нуждаются в очном контакте. Во многом это коучинговая работа. Вы чувствуете, что что-то как-то не то. Он Вам не нравится. Что-то он как-то всхрипывает, сморкается. Что-то как-то не так. Что-то не то. И можете ему сказать, что, знаете, я приняла решение прерывать занятия по личным обстоятельствам. Я не хотела бы сильно углубляться. Давайте сегодня проведем завершающую встречу. Сегодня провели завершающую встречу. Он Вас поймет 100%. Потому что не обязательно ему говорить, что Вы сморкаетесь и меня раздражаете. Можно с точки зрения психоанализа, безусловно. Но и нужно даже. Но чисто с точки зрения Вашей позиции, Вы вправе не объяснять своему консультанту причину прерывания. Для того, чтобы Вам было комфортней. Но объяснить, что Вы бы хотели прервать по личным обстоятельствам и провести последнюю сессию, это уж точно. Значит, теперь к вопросу по стратегии и тактике. О том, как дальше, как в принципе должна проходить Ваша психотерапия с любым специалистом. Каждый, конечно, специалист будет по-своему как-то преломлять работу. Спасибо тебе большое. Каждый человек, да хватит, тем охать мне. Каждый человек по-своему будет преломлять работу. Но есть определенные общие черты. Есть определенные общие какие-то фазы. Давайте по этим фазам пройдемся. Потому что всем интересно, что будет происходить. Фаза первая – это сбор жалоб и понимание, с чем мы столкнулись. Это сейчас еще будет очень интересно коллегам. Значит, с чем мы столкнулись, с каким уровнем расстройства. Невротическое, пограничное или еще какое-либо. После понимания на этой фазе используются какие тактические приемы. Кто-то использует проективные тесты. Кто-то использует тесты Арана Бека. Кто-то использует просто методики тестирования, клинические методики тестирования. Кто-то использует тестирование в виде диалога, основываясь на своем опыте и на своих уже на каких-то наработках. Кто-то использует тестирование в виде диалога, основываясь на психиатрической концепции, вот это ближе ко мне. Потому что мне нравится психиатрия, хоть я и не врач-психиатр, но именно тестирование по совмещению тестирования терапии по классу психиатрии и по классу когнитивной терапии мне нравится. И обычно в первые две сессии я как раз этим и занимаюсь. Примерчик привести, чтобы вы не боялись тестирования по уровню психиатрии. Смотрите. Такой симптом и жалоба, как страх. Возьмем такое эмоциональное состояние, как страх. Человек жалуется на боль в голове. Казалось бы, да? Просто я вам хочу показать дифференциальную историю. Человек жалуется на боль в голове и говорит, у меня болит голова постоянно. Как она болит? Как начинается, как заканчивается? Что вы предполагаете? Она у меня болит, как бы сдавливает виски. Может быть от погоды. Это вегетососудистая дистония. Потом у меня еще и шейный, может быть, остеохондроз. Но это так болит очень сильно, невыносимо, не помогает обезболивающее. Не помогают, значит, там, какие-то сильные обезболивающие. И это обычно классика жанра. Когда человек может эмоционально плакать и говорит, мне ничего не помогает, ничего не случится. Или второй вариант. У меня болит голова. Также все очень эмоционально, больно, больно, больно. Как она болит. И я прям чувствую, как у меня под черепом бегают жучки. И они прям вот бегают, а еще они из уши иногда выползают у меня. Я их собираю в баночку. И когда они все выбегают в баночку, мне становится легче. И вот здесь уже интереснее. У моих клиентов таких нет жалоб. Поэтому сейчас пугаться не стоит. Невротический уровень жалоб касается действительно переживаний, действительно тревог, действительно телесных болей, действительно эмоционального фона. Действительно нехорошо, но эти жалобы, чтобы вам просто поняли дифференциальный диагноз, они в принципе своем реальны. И они объективны. Они невротичны. Когда у нас жалоба начинает окрашиваться в такую картину иллюзий, картину галлюцинозов, то есть, проще говоря, доступным языком того, чего быть не может, тут не надо путать с невротическим страхом того, чего быть не может. Например, у меня был клиент, который боялся, что он умрет от прокисшего творога, потому что в прокисшем твороге есть бактерии, а эти бактерии могут что-то сделать. Конечно, это невротическая тема, потому что невротикам свойственно переживать по поводу и без повода. Выносить мозг всем людям, потому что он сильно переживает. Это свойство, это нормально. А вот другим уровнем расстройств личности, там немножко другой уровень тревоги, там повод немножко другой. Там, понимаете, заговор вселенский идет на Марсе, и планету атакуют. Причем атакуют таким образом, что об этом никто не знает, и его задача оповестить вас об этом. Потому что весь мир об этом не знал, и надо сейчас об этом рассказать, потому что это очень важно. И вот это как раз вот уже туда. Поняли? То есть бояться не нужно. Главная моя задача, чтобы мы не сталкивались, потому что я ввиду своего образования и ввиду своей практики не могу работать с людьми, имеющие определенный уровень расстройства, определенный уровень жалоб. Моя квалификация документальная государственная не позволяет работать с уровнем расстройств выше определенного. Соответственно, если я понимаю, что у человека есть... Такое было за всю мою практику, наверное, раза 4, когда я сразу практически понял, что это не моя тема, и что это тема, с которой я, наверное, я не то, чтобы даже не справлюсь, а я не могу с этим работать, потому что там совершенно другая система, совершенно другие тактические подходы к лечению. Вот. Поэтому с чего начнется все? Начнется с изучения санамноза жизни, санамноза болезни. Вы будете рассказывать, что у вас, проще говоря, болит. Затем, я сейчас рассказываю про свой подход, да? Затем мы будем становиться на некоторое время учеником психотерапии. Мы будем объяснять и рассказывать, как образовались ваши симптомы, почему именно эти, и почему так. В этом обучении и информировании вы начнете разбираться в своем теле. Вместе с этим начнет тухнуть ваш страх, потому что вы начинаете понимать, что происходит у каждого конкретно человека. Затем к этому прикрепляется уже пошел терапевтический процесс, когнитивная терапия, когда мы начинаем идентифицировать тревожные мысли. Эти тревожные мысли мы начинаем, помимо идентификации, правильными упражнениями изменять в объективные и рациональные. И тогда уже действительно человеку становится более проще. Когда на этом этапе я чувствую, что он уже понимает, мы начинаем изучать анамнез истории жизни. Когда мы как раз пошли, помните эти наши корни? Отношения с мамой, отношения с папой. Сейчас я вам их покажу, секундочку, смотрите. Помните, мы говорили про вот эту вот штуковину. Вот про вот эту. Вот смотрите. Вот у нас есть примерный невроз. Смотрите, внизу личность, убеждение. Отношения. Тут плохо получилось. Съехала, гора не съехали. Отношения с мамой, отношения с папой, отношения мамы, папы и себя. Кумиры, братья, сестры, бабушки и мечты. Вот эта вот вся корневая система формирует вашу личность. Вот после объяснения симптоматики и изучения ее, мы приступаем как раз к изучению этой самой личности. К изучению этой самой личности. Почему? Потому что именно в личности и будет заложен ответ на то, почему все случилось. Когда мы изучили личность и клиент об этом рассказал, мы начинаем сводить его особенности личности с точки зрения психодинамики или с точки зрения когнитивной терапии и виду убеждений с его обстоятельствами жизни, когда начались все эти вегетативные тревожно-фобические истории. И мы начинаем штопать из настоящего детства формирование. И видим прямую закономерность. Ребята, кто у меня в группе занимаются, они вот очень замечательно видят эту закономерность. А напишите кто-нибудь, сейчас чат открою, есть мои клиенты здесь или кто-нибудь из групп? Лена? Саша? Есть. Ух ты, спасибо, что пришли. Вот. Вот я не знаю только кто вы, и не знаю из группы вы или индивидуально, не в курсе. Но вот как раз есть четкое понимание закономерности, как связано формирование личности, отношений, убеждений и реакций в сегодняшний день. Вот. Спасибо. Слушайте, спасибо, что пришли. Супер. Дальше идем. Значит, и вот у нас есть эта закономерность. И вот у нас есть дальше. Дальше. Когда мы увидели отношения особенности личности и закономерности ситуации, мы должны провести прямые причинно-следственные связи. Когда все началось, мы сейчас говорим оттуда. А потом, когда клиент уже это понимает, мы теперь начинаем штопать в другую сторону. А сегодня что происходит такого в твоей жизни, что продолжает это что? Поддерживать. И тогда мы начинаем уже более ясно смотреть на сегодняшний день, сводить это, естественно, с детскими отношениями. То есть, многие клиенты и психологи считают, что мама-папа не при чем, потому что они не совсем понимают терминологию. Не мама-папа причина невроза, а отношения в семье, специфика этих отношений, а не сама мама и папа, естественно, закладывают в личность убеждения, характер формируют, если хотите, формируют миссию, Фрейд говорил, драйв, потребность, формируют некоторую историю, что я, ну, давайте пример конкретный. У мальчика ввиду отношений с его отцом и матерью сформировалось такое убеждение, что я должен доказать своим родителям, что я все-таки хороший сын, и что меня можно любить, и вообще, что я на что-то способен. И как этот мальчик будет себя вести всю свою жизнь? Он будет изо всех сил стараться доказать это своим родителям и окружающим. Как его психоэмоциональные реакции будут? Он будет кричать, нервничать, раздражаться, когда у него будет что-то не получаться. Он будет очень сильно переживать и не спать ночами, потому что есть невротическая задача, которая стоит в его психике. Я должен это сделать. И он будет, когда у него что-то не получается, или когда он что-то, что-то у него идет не так, или, не дай бог, какие-то обстоятельства способствуют, чтобы его как бы подставляют эти обстоятельства, он еще больше будет эмоционально накаляться. А эмоциональная реакция резонирует куда? Она резонирует прежде всего вегетативно, естественно. Поэтому, о, 180 человек. Спасибо. Что-то припозднились, да, как-то. Вот. Но, вот это очень важно, что не мама и папа тут при чем, а обстоятельства этого детства. Мама может и не быть, или папа может не быть в этом детстве, понимаете? Но есть обстоятельства, что его не было. Например, допустим, у девочки не было папы, или папа рано бросил, ушел из семьи, или так сложилось, что его и не было. Она говорит, Алексей, я при чем здесь в детстве, когда у меня папа не было? что вот такого-то, да? Ну, казалось бы, человек говорит так. Для любого практикующего специалиста понятно, что дело не в том, что папа есть или нет, а дело в том, что это обстоятельство, которое повлияло на определенные процессы. Давайте я вам расскажу, как может, допустим, отсутствие мам, папы у девочки повлиять на формирование личности и создать потом невроз. Хотите? Смотрите. Как вам кажется, папа, как мужчина, для маленькой девочки до шести, до семи лет, какую функцию, в плане сейчас, я имею в виду психологическую, должен нести? или может нести? Это функция защиты, опоры, защищенности, я папе расскажу, поддержки, ну и, естественно, будущая проекция мужа. Если у девочки складываются какие-то специфические отношения с отцом, они могут быть разные, либо в плюс, либо в минус, когда папа слишком на эти вот там доча, 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 а доча прям папочка, ты мой папочка и в нос его целует, чтобы Фрейд уже подпрыгнул, значит, или наоборот, папа слишком холодный, черствый и, там, может быть, алкоголизирован, да, или его просто нету, или он, допустим, или родилась сестра, или родился брат, и ребенок подумал, что папа там отвернулся от меня или мама, то есть, этих вариантов может быть масса, но именно эти обстоятельства и трактуют будущую невротическую проблему. Продолжим с этой девочкой. И вот у нее папа нету. И у нее в психике, как Фрейд называл, фиксация, возникают определенные процессы, где у девочки в психологическом формате нету понятия защищенности, нету понятия тыла такого мужского, да, нету прочих других понятий, связанных с тем, которые должны были бы быть. Там много просто вариантов, я вам просто пример общий рассказываю, да, то же самое касается мальчика и матери, или дочки и матери. У каждой функционального звена есть своя задача, которая формирует в психике определенные процессы. Если там идут определенные взаимодействия сына и матери, сына и отца, матери и дочери, дочери и сына, то есть там разные могут быть взаимодействия. Все это и на сто процентов относится и влияет к будущему формированию личности, к будущим формированиям задачи. Доказать, переубедить, наказать и прочие возможные варианты, их много. Эти варианты мы перебирали в учебники и эти варианты поиска вот этого самого конфликта и связи с детством мы сделали как раз вот на учебнике, который вы видите на сайте, который я вам сейчас представлю. Вот, значит, дальше идем по терапии, по стратегической задаче. И вот мы это связали и она увидела свой конфликт. Как выглядит внутренний конфликт, чтобы вы это понимали? Давайте я вам напишу, как он выглядит. Есть внешний конфликт, а есть внутренний. Внешний конфликт между Лешей и Петей. Леша говорит, что Петя ты должен делать так, а Петя так не делает. это внешний конфликт. Ребят, перестаньте поясничать в каких-то приватных чатах с вопросами и так далее. Что вы творите? Значит, это внешний конфликт. Значит, а внутренний конфликт, о котором мы говорим, это что? Это конфликт между кем и кем? когда мне говорят, что внутренний конфликт это я хочу, но не могу, это не внутренний конфликт. Этот конфликт осознается и это ошибка. Когда конфликт я хочу конфетку, а мне не дают, это не внутренний конфликт. Внутренний конфликт это когда я хочу, давай сейчас проверим знания моих клиентов что такое внутренний конфликт я хочу а мне не дают это не внутренний конфликт внутренний конфликт я хочу а дальше что молодец красавец Влад сразу сходу я хочу и я не хочу одновременно о видите молодцы все 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 спасибо сейчас начнете я знаю что вы все знаете значит я хочу и не хочу одновременно чтобы пояснить есть пример из практики очень хороший и классический попробуйте сейчас меня услышать внимательно чтобы понять что такое внутренний конфликт девушка испытывает значит я не буду рассказывать историю ее болезни в общем суть в том что она достаточно сильно страдает от гиперопекающей матери которая постоянно доминирует над ней и не может ее оставить в покое а девочки на минуточку уже за 30 значит но мама достаточно жестко ее опекает и достаточно директивно высказывает позицию что ей делать что ей не делать и как и куда ее это очень сильно раздражает и напрягает это одна сторона медали другая сторона медали что детские отношения с этой самой матерью и вообще в семье сложились таким образом что она маму очень сильно уважает и очень ей благодарна соответственно отказать матери она не имела такого ни шанса ни опыта то есть потому что изучая эту клиентку выяснилось что если она будет говорить маме что мама я с тобой не согласна или мама я не буду делать так как ты хочешь она мама обидится расстроиться заболеет и умрет или просто будет себя плохо чувствовать и вот вам внутренний конфликт смотрите многие скажут конфликт между дочкой и матери что дочка хочет и не может неправильно не хочет а не может а дочка с одной стороны хочет от мамы как бы дистанцироваться а с другой стороны она не хочет от нее дистанцироваться потому что это ее обидит понятно вот как определяется внутренний конфликт я хочу развестись и не хочу я хочу и не хочу я могу и не могу мне надо и не надо чувствуете как это немножко глубже и по другому оценивает вашу ситуацию осознание никогда у меня мама напрягает и я не могу а когда меня мама напрягает я не могу и когда мама меня напрягает и я не хочу потому что за это я буду тоже плохой это тоже эмоционально на колено вот значит что еще можно здесь сказать по поводу стратегий я рассказал про телесные про эмоциональные паттерны и рефлексы рассказал о том что такое внутренний конфликт и вот когда вы этот собственно говоря конфликт с вашим терапевтом разбираете дальше вы понимаете что сегодня поддерживает этот конфликт ищите пути его не то чтобы устранение а работа над ним теперь самые популярные ошибки в том что психотерапевт или консультант должен вам сказать как вы должны разрешить этот конфликт здесь есть ошибка потому что ни один консультант ни один психолог не знает вас лучше чем вы себя сами это очень важно знать ни один профессиональный психотерапевт не скажет вам что делать куда идти разводиться или не разводиться принимать решение по этому вопросу или не принимать любой профессиональный человек на этот вопрос скажет примерно следующее а ты что думаешь по этому поводу клиент скажет я не знаю и вы начнете обсуждать варианты вы начнете обсуждать чувства в каждом варианте задача чтобы клиент сам внутри себя родил ответ на вопрос хочет или не хочет будет или не будет психолог это не такая умная тетенька знаете у которой портрет фрейм фрейда пальма хотя таких много фрейд пальма очки я думаю что вы неправильно поступаете здесь нет голубушка так себя давно не ведут в современном мире ведут себя по другому вот моя подруга Васька Васька Машка поступила в прошлый раз вот так и что осталась одна вы не поверите на такие специалисты есть это такие тетеньки значит которые почему то считают что у них очень богатый опытом жизнь они прошли курсы психологии или закончили институт желательно посерьезней и вот она значит брошкой со значком единая россия сидит значит и учит людей как надо значит как надо поступать с мужиками у нее видимо у самой как бы есть некоторые нюансы на эту тему вот неправильно поучительная концепция в плане решения внутренней проблематики клиента правильно позиция мне кажется Роджерса это соучаствующая позиция со переживающие со такая ну именно соучастие именно вовлечение терапевта и вовлечение клиента в совместное проговаривание и выражение чувств о том что можно сделать о том действительно ли это так о том действительно ли это так безвыходно о том действительно ли это так безысходно а какие есть варианты давай посмотрим так но не в позиции у меня диплом значит MBA там 25 экзютикуп дратателли дратателли я сейчас научу как тебе жить с мужиками вот этот козел а этот не козел бросай этого встречайся с этим иначе ты будешь лошарой и это смешно но такая позиция часто встречается потому что что там скрывать но восемьдесят процентов людей которые идут учиться на психфак они в принципе идут учиться для того чтобы как то ну немножко знаете самоутвердиться что ли самая главная фишка это знаете какая я разбираюсь в людях вот сидишь такой в столовой да или на кафедре и вот значит это мы разбираемся в людях из какого раза ты в них разбираешься все люди разные они сами себе лучше разбираются вопрос просто в том что у этого человека есть специфика которую он не видит и задача просто ему эту специфику показать и показать как можно с этой спецификой обходиться чтобы это не было так травматично допустим не вызывало такую вегетативную реакцию и все научить жизни это плохо это хорошо это правильно вот многие старшие коллеги начинают как-то туда гнуть и это как-то не туда как мне кажется вот рассказал значит еще разок да основная стратегическая задача это все таки прийти к вашему консультанту как дистанционно так и очно вторая задача это пройти обследование третья задача это научиться правильно интерпретировать вегетативную реакцию четвертая задача научиться видеть свои катастрофические мысли с искажениями дожествования катастрофизации тоннельного мышления и прочих искажений четвертая задача научиться трансформировать эти негативные мысли в более объективные и рациональные сделать свои убеждения гибкими четвертая задача изучить свою систему отношений мама папа отношения дала какая я личность какие обстоятельства установки пятая задача связать эту личность с обстоятельствами моей жизни когда все это началось шестая задача понять что это произошло там и куда это попало седьмая задача понять почему формировался симптом и для чего это тоже очень важно потому что симптом всегда для чего-то допустим откладывать развод или не идти на работу не идти на учебу не жить самостоятельно там много вариантов он всегда для чего-то он всегда имеет 100 выгодные условия в неврозе восьмое это понять что сегодня какие сегодня обстоятельства в моей жизни влияют на то самое внутреннее напряжение ну и девятое и десятое это найти способы решения и найти закрепить изменение гибкости рациональной терапии вот такая тактика и стратегия понятно спасибо надеюсь значит теперь мы приступим к вопросам значит сделаем таким образом я сейчас открою чат я знаю что сейчас будет пипец по вопросам я сейчас их буду просто читать нажимать паузу и читать вопросы можно писать вопросы в чате потому что я буду делать просто паузу чтобы их читать и делать общие какие-то выводы как избавиться от рефлекса чувственная вегетативная система с детства сложно поддается псевд стоп давайте остановимся как избавиться от рефлекса от того рефлекса поведенческого наверное который я вам говорил нужно его сначала увидеть его составляющей и с психотерапевтом подобрать под вас непосредственно упражнения в этом месте в котором вы испытываете тот или иной рефлексорный страх например упражнения подбираются индивидуально потому что это затрагивает особенность вашей личности и нельзя сейчас рекомендовать какие-то одни упражнения всем потому что это не совсем правильно вот например в учебнике вы найдете перечень упражнений которые вы можете себе подобрать поэтому как избавиться это выписать этот рефлекс задает вопрос Паша Паша выписать ситуации где это происходит и в целом конечно если говорить популярно то просто иди туда где у тебя этот рефлекс и попробуй посмотреть что будет с тобой просто вот посмотри действительно попробуй его не подкреплять то есть если говорить так без упражнений потому что это очень индивидуально но если говорить популярно то ты должен прийти туда где тебе страшно и попытаться сделать то что тебе страшнее всего допустим ты боишься умереть в лифте да иди в лифт и умри странно да но вот если говорим про избавиться от рефлекса только на такой философской основе можно это сделать чувственная вегетативная система с детства сложнее поддается психотерапии не чувственная а есть такой термин о нам да это а и осанно таки типом в지를 логиней это особенность формирование нервной системы нарушен 일단 corridors она не да ама не ええ separation кажется как вакцины ладошки, да, и у меня потеют ладошки, и у моих детей, наверное, они будут потеть, но не в курсе, потому что это особенность функционирования, и это генетическая особенность вегетативной системы, это детский сад, когда вам скажут, что это можно поменять. Поменять этого нельзя, но это можно с помощью психолога и консультанта сделать так, чтобы это вообще не мешало вам жить, и никаким образом на ваше жизненное обстоятельство никак не реагировало. Расскажите, как папа, алкоголик, может повлиять на характер формат невроза мальчика? По-разному, вариантов много, начиная от убеждения, что сын ужасный и плохой ни на что не годится, заканчивая тем, что сын будет пытаться папу перегнать всю свою жизнь и сказать, какой и как он был неправ. То есть, Ром, тут вариантов очень много, надо индивидуально разбираться, но 100% повлияет, да, то есть, вариантов много, начиная с обиды и агрессии, заканчивая тем, что он будет считать себя каким-то не таким, особенно если папа вталбливал в ребенка физически, что он какой-то дебил, да, то, конечно, у ребенка будет социофобия. Это 100%. Давайте посмотрим дальше, что пишут. Стойте, подождите. Почему некоторые люди умеют определять, что человек тревожный и расположен к неврозу? Для чего это? Почему некоторые люди умеют определять, что человек тревожный? Ну, непонятно, почему. Почему некоторые люди, не знаю почему. Наверное, умеют, я не умею. Может ли быть сильное похудение из-за невроза? Может. Но, когда у нас есть сильная потеря веса, мы должны обязательно пройти обследование, чтобы исключить какую-то серьезную болезнь. На фоне нервно-психического расстройства и депрессии в том числе, можно терять, ну, не то, что можно, а вес падает, это правда. Потому что усиливаются обменные процессы, аппетит, как правило, падает, не всасывается полезное вещество, поэтому вес действительно теряется. Но здесь надо быть очень аккуратным в плане отсутствия органической патологии, которая может вызывать острую потерю веса. И в плане, чтобы не развивалась нервная анорексия на фоне того, что я не ем, потому что я толстая. Если не поем нормальный денек, то вес падает на кило. А почему вы так сильно его контролируете, этот вес? Что если вы не поедите, вес на кило падает. Мне больше интересен ваш контроль здесь веса. А если поем побольше, то появляется дискомфорт в дути. Но, скорее всего, вы говорите о навязчивом состоянии контроля за своим весом, потому что обычно человек не контролирует свой вес каждый день, сколько он весит после еды или до еды. Тут, скорее всего, мы говорим о неврозе навязчивых состояний, где вам важно контролировать почему-то свой вес, и вы как-то на этом сильно заморочились. Почему-то для вас это очень важно. Это, в принципе, общественно-компульсивная история, где нужно смотреть. Скорее всего, проблем-то не весе. Вы, скорее всего, ушли в эту историю, изучая свой вес для того, чтобы не видеть какие-то другие обстоятельства в вашей жизни. Мне сказали вообще... Мне сказали вообще... Слушай... Ребята, пишите короче и подробнее. Я не понимаю, что написано. Мне сказали вообще... Слушайте. Навык. Точка. Нашел конфликт. Точка. Решил, что хочу. Точка. Уверен. Точка. Но когда попадаешь в ситуацию, мысли все равно прилетают как битый по башке дали с размаху. Красота. Давайте писать более четко и коротко. Я вас очень прошу. Вот такую вот штуку, на нее очень сложно отвечать. Я не знаю, какая бита вам прилетает в размаху. Я не знаю, что вы имели в виду под словами, мне сказали вообще, слушайте, навык. Нашел конфликт. Я ничего не понял, что вы сказали. Ну, честно. Понял только последнее. Что, но когда попадаешь в ситуацию, мысли все равно прилетают. Мысли не прилетают. У них крылышков нету. Мысли создаете вы. Вы их создаете. Вы их крутите у себя в голове. Обдумываете. Обсуждаете с самим собой. Они не прилетают. Ваша задача работать с когнитивным терапевтом, чтобы он вас научил правильное. Видеть эти мысли и давать на них рациональный ответ. Это потребует времени. Если невроз – это мыслительный процесс, то два моих сотрясения мозга никак не связаны с моим неврозом. Я не говорил, что невроз – это мыслительный процесс. Невроз – это процесс достаточно сочетанный, куда входит очень много факторов, как и вегетативная лоббинность, так и отношение детства, так и отношение мыслительного процесса, так и отношение эмоциональной реакции. С точки зрения когнитивной терапии, невроз – это мыслительный процесс неправильной интерпретации. вопрос. Здесь девочка не может написать, Ирина, сюда в чат. Я заблокировал чат, потому что уже 200 вопросов. Вот, значит, если невроз… Подожди, я сейчас до утра не смогу ничего сделать. Если невроз – это мыслительный процесс. Смотри, два сотрясения могут вызывать вегетативную реакцию. Это такой ответ прямо, да, вам? Могут. Сотрясения мозга, травмы головного мозга могут влиять на и давать последствия. Задача – понять, насколько эти сотрясения серьёзны и насколько именно они влияют на ту симптоматику, с которой вы обращаетесь. Если сотрясение мозга и последствия под высокоточными исследователями показалось, что, скорее всего, нет, то, скорее всего, могут быть головные боли или реакция на давление, да, атмосферное. Если нету серьёзной травмы, то, скорее всего, будет всё окей. И задача – именно работать с мыслями. Но проверить влияние травм нужно, потому что сотрясения Владимиром бывают разные, да. Может быть, лёгкое сотрясение, а может быть, сотрясения с бывшей гематомой, там, то есть, они разные. Надо обращаться к неврологу за высокоточным исследованием, чтобы сказать, мне нужно понять, то ли мне к психологу, то ли мне как-то всё-таки что-то можно пропить для улучшения качества работы коры головного мозга. Это вопрос к врачам. То есть, тут надо заниматься, Владимир, сочетанной дифференциальной диагностикой, подключать как профессиональных неврологов с высокоточным исследованием, так и в дальнейшем делать профессиональный вывод, может ли мои сотрясения вызывать ту или иную симптоматику, потому что это важный момент. Кирилл, значит, Алексей, Макс, ты можешь не читать, потому что там сейчас будет очень много вопросов. А здесь самый стандартный вопрос, и как раз для тех людей, которые только узнали. Какой вопрос? Как долго нужно заниматься с психотерапевтом, чтобы найти свой внутренний конфликт? А если он не найден, значит, излечение не наступит? Начнем с последнего. Излечения никакого нет. Есть осознание, есть работа над собой. Не забудьте, пожалуйста, слово исцеление, избавление и излечение. Я вас очень прошу. Избавление от панических атак более смешного определения придумать невозможно. Исцеление от невроза более смешного определения придумать невозможно. Невроз – это состояние личности. Вы не можете исцелиться или излечиться. Есть симптоматика невротического человека, как телесная, так эмоциональная, мыслительный аспект, поведенческий. Вы можете работать со своим симптомом, теми способами и теми стандартными, о которых он говорил выше. Исцелиться от невроза нельзя. Вот попробуйте меня понять. У нас есть две категории людей на планете. Либо невротик, либо психотик. У психотического уровня одни симптомы связаны с галюцинозом, бредовым расстройством, паранояльным и прочим. И это не лечится там, потому что есть врожденные проблемы, патология, или приобретенные ввиду разных обстоятельств, начиная с интоксикации и прочих кризисных ситуаций. Там только от ремиссии к ремиссии. А есть невротический уровень людей, в большинстве случаев, слава богу, да, где есть личность. Невроз – это личность. Вы не можете свою личность исцелить. Где есть личность, в которой есть заложены определенные черты и убеждения, над которыми вы со своим психологом работаете. Нет тут исцелений. И нет тут каких-то чудес и избавлений. Как вы можете избавиться от своей личности? Объясните. Я хочу избавиться от невроза. Ну, когда помрешь, тогда избавишься. Это личность. Вы можете прекратить свои симптомы и улучшить качество своей жизни без вегетативных сильных проявлений, потому что вегетативная система работает у всех, но она не будет шкалить. Вы сможете мыслить более рационально, и это не будет вам мешать, не будет ничего лезть в голову. Вы сможете передвигаться совершенно спокойно, но по факту личности вы сохранитесь. Просто вы себя будете знать более подробно. Вы будете знать, как формируются ваши эмоции, что сейчас вас задело, что не задело. Вы сделаете какие-то выводы новые в жизни. Личность будет трансформироваться и современная такая, современная фраза перепрошиваться. Перепрошивка происходит. Потому что когда личность была жесткая и негибкая, и считала, что если наступили на ногу, надо дать в бубен, вот эта личность, да, допустим, то через какое-то время личность это скажет, если мне наступили на ногу, это, конечно, неприятно. Но, зачем мне давать человеку в нос, может быть, всякое это и это, зачем так себя вести, понимаете? Понимаете, разница? Нет исцеления и нет избавления. Избавляем себя и изучаем те особенности личности, которые привели вас к тому или иному психоэмоциональному напряжению. А не исцеляем вас. Сидеть и ждать исцеления от панических атак – это бред. Вы должны понять и научиться применять конкретику. Не надо ждать исцеления. Исцелите меня. Исцелите. Но, ребят, понимаете суть вопроса. И теперь по поводу сроков. Сроки всегда разные. Потому что были случаи, когда 2-3 недели человек быстро утрачивал симптоматику. Вот мы когда делали учебник, у нас там для тех, кто получит персональный идентификационный номер, будет поддержка этого человека. И мы, когда по срокам я смотрел, на редуцирование панической атаки и самих симптомов обычно уходит 15 занятий в среднем. 15 занятий – это 15 часов всего лишь. То есть, допустим, 15 часов – это ниже средней нормы. Я считаю, это нормально. Но 15 часов – это 3 месяца на самом деле. То есть, это, в принципе, один день работы. 15 часов полностью, да? То есть, на первом этапе в среднем 15 часов для работы с панической атакой и с агорофобией. Это в среднем. Но, понимаете, когда у меня, допустим, парень, который заболел, точнее, не заболел, у которого начались панические атаки 3 года, 2 назад, и который только-только об этом узнал и начал этим заниматься, это может быть месяц, 2-3. Это сейчас про панические атаки, не про внутренний конкрет. А когда у меня женщина уверена в том, что она всю жизнь болеет, то, конечно, сроки будут совершенно другими. И работа будет совершенно другая, и задачи будут совершенно стратегические другие стоять. Понимаете? Всё зависит от сроков, от особенностей вашей личности. Если личность – эгоист, и эгоцентрик, и истерик, который пишет до 5 утра, почему вы мне не отвечаете, вы там такой-то, сякой-то, ну, как с таким человеком работать? Когда вы мне ответите? Я вам сказал, ответьте мне. Вы что, меня не слышите? Отвечайте. Я вам вопрос задала, когда у вас будет время? Вот примерно так. Вы же посмотрите, как вы пишете со стороны-то. И вопрос, сколько вам потребуется времени, чтобы понять свою особенность характера, и поймёте ли вы это вообще, кто на этот вопрос ответит? Я не отвечу. На этот вопрос ответит только время. И тот процесс, с которым мы будем с вами, или не с вами, взаимодействовать. Когда человек всю жизнь считает, что ему мир должен, я сказал, возьмите меня на терапию. Почему вы мне не отвечаете? Алексей, 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 Алексей. Ну, когда, 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 знаете? Почему, почему? Один и тот же человек. А потом ещё начинает требовать разные типы характера, меняются по-разному. А есть, ребят, типы характера, которые не меняются. Вот каким человек, вот он есть такой, он такой и будет. И никто никогда его не поменяет. У меня были такие клиенты. Я был восьмым психотерапевтом у него, шестым. Он, знаете, так. Ну, давай, давай, что там у тебя, когнитивно? Да не хочу этой таблицы заполнять. Я говорю, что ты пришёл тогда? Я не знаю, что я пришёл. Ну, такое, знаете, сложное сопротивление с сложным обесцениванием. Были клиенты, которые, знаете, сидели такие, говорили, да, да, конечно. Конечно, я всё поняла. Заканчивается занятие. Такая херня, вообще. Занятие начинается. Здрасте, Алексей, я так рада вас видеть. Здравствуйте. Да, я стараюсь. У меня вот так, сяк. Заканчивается занятие. Мне ничего не помогает. Всё ужасно. Начинает занятие. Здрасте. Да, мне лучше. Ну, так вот лучше, хуже, а как вы думаете? А можно заканчивать занятие. Всё ужасно. Понимаете? А с такими людьми, ну, не я, никто другой работать не будет. Зачем это? Ну, человек так живёт. Человек так развлекается. Это характер. Пока человек не поймёт, что есть характер, и характер является проблемой неврозы, ничего не изменится. Поэтому сроков я не даю. В среднем, ребят, на симптоматику, паническая атака, агорофобия 15-16 часов. На поиск и анализ внутреннего конфликта, вот второй учебник называется «Поиск и анализ внутреннего конфликта», уходит до полугода минимум. Вот если сейчас смотрят вебинар профессиональные психологи и психотерапевты, многие скажут, что даже, наверное, у кого-то там в разных модальностях дольше. Полугода 25 занятий. Почему? Объяснить. Понимать и научить человека не вызывать паническую атаку можно быстро. Это 100% в среднем. Работать с агорофобией, чтобы он начал передвигаться, можно сложнее. Ну, где-то 4-5 месяцев. Есть случаи, когда достаточно быстро можно проработать агорофобию. За 10-8 занятий. Есть такая история, я где-то вычитал, или мне кто-то рассказывал. Что... Да. Кто-то мне рассказывал такую фишку про то, что если я... Не я, а психолог говорит, что если я не помогу вам за 10 занятий, то я не помогу вам вообще. Вот я хотел на эту тему очень заострить внимание. Смотрите. То есть, получается примерно такая история, что, наверное, речь шла о том, что если мы берем паническую атаку, и за 10 занятий человеку не получилось донести материал, и не получилось мотивировать его на упражнения, то типа 10 занятий прошли даром. Так я понял, такую логику. Или, допустим, если за 10 занятий что-то вот как-то вот началось, но все равно симптоматика есть, значит, тоже даром прошло. Или если ничто не изменилось, а у человека 20 лет, допустим, есть тяжелое тревожно-депрессивное расстройство, это тоже он зря прозанимался 10 занятий. Я хочу просто логику понять вот этого маркетингового хода. С точки зрения маркетинга я эту логику понимаю. С точки зрения психотерапии, наверное, логика была изначально в том, что за 10 встреч мы должны добиться каких-то результатов, которые вы должны увидеть. И это правда. Но говорить о том, что за 10 встреч можно изменить какие-то серьезные личностные черты, ну, допустим, у человека паническая атака, у женщины, потому что она считает, что муж может ее бросить и оставить ее с ребенком. Ее паническая атака является некой гарантией, потому что больную же жену бросить нельзя, да, условно. И чтобы ее не бросали, она выходит в невротический симптом, чтобы удерживать этого мужа. Вот вы уверены, что вы за 10 встреч сможете сделать так, что она это, а, осознает, и, б, примет решение? Я вот лично на своей практике не уверен, но, наверное, есть люди, которые в этом уверены. Поэтому сроки, когда вам говорят, я исцелю вас за 10 дней, там, или занятий, или за 7, вот тут два варианта, либо человек, вам ответ такой, попробуйте, вот лучше вот так, правильнее будет ответ такой, просто, ну, попробуйте, поможет, супер, может, правда, там, гениальная какая-нибудь тема, откуда мы знаем, мы же не в курсе, надо пробовать. То есть, гораздо лучше пробовать хоть что-то, чем не пробовать вообще, если совсем вот так, да, гораздо лучше. Другое дело, что многие люди приходят и говорят, но, понимаете, какой бы ни был специалист, там, 10 занятий, 20 занятий, 30, всякое бывает в процессе, нету сроков, бывают такие клиенты, которые вообще пропадают куда-то, знаете, занимался, 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 все хорошо, пропал. Ни звонка, ни привета, проходит месяц, ну, что, мы завтра встречаемся? Я говорю, конечно. А что, нет? Я говорю, а ты где был месяц? Ну, у меня там дела были. Я говорю, ну, иди делами занимайся дальше. А что вы говорите? Вот такой человек. Я, конечно, ему объясняю, что, почему, и как, и куда. Но, тем не менее. Или когда люди не оповещают о чем-то. То есть, люди разные, психологи разные. Но вот эту фишку просто мне рассказали про, если я не помогу вам взаимное количество занятий, я не помогу вам вообще. Мне вот не очень эта логика ясна. Наверное, речь шла о том, что какие-то изменения должны произойти за 10 занятий. Но это правда, изменения будут за 10 занятий, это точно. Но, вы должны понимать, что изменения не всегда вот такие. Не ждите процесса терапии вот так. Он всегда вот такой. Где-то лучше, хуже. Вон у меня Лана, по-моему. Лана, ты здесь же, да? Рассказывала о том, что прошло групповое... Да, Лана, ты здесь, привет. Прошло групповое занятие. На следующее утро стало очень легко и спокойно. Через несколько дней напряжение вернулось, но что? Не настолько сильное, не такое сильное. Потом опять легче. И вот это вот, это всегда динамический процесс. Не ждите вот такого вот-то. Вторая ошибка. Не ждите результата. Когда я исцелюсь. Когда я исцелюсь. Когда настанет срок. Когда настанет срок. Когда мне станет легче. А мне сегодня легче. А мне сегодня хуже. Не нужно. Это очень большая ошибка. Динамический процесс. Нельзя ставить сроков себе. Там 8 занятий. 10 занятий. Занимайтесь так, как занимается. Потому что. Вот сама по себе позиция. Если я не помогу вам за 10 занятий. Она изначально ставит человека. В какую историю. Если мне не помогли за 10 занятий. Значит я А. Либо лошара. Либо я Б. Тяжелый случай. Заранее программируется клиент. На достаточно сложную психологическую ситуацию. Поэтому. Я стараюсь. О сроках говорить. Честно и объективно. У меня есть люди. Которые год занимаются. У меня была девочка. Которая прозанималась год. Ничего не поняла. Вообще. Вот как будто я. Вот как будто первый раз. Вот серьезно. Для меня это феномен. Есть такие люди. Все люди разные. Есть те. С которыми год работаешь. И только через год. У нас пошли серьезные изменения. Она начала на себя смотреть со стороны. Год долбили историю. А есть парень. Там все наверное помнят. Спортсмены наши. Две-три недели. Все. Панических атак нет. Вернулся спорт. 20 килограмм набрал. Все. То есть. Разные у всех истории. Разные у всех характеры. Разные у всех мотивации. Разные у всех задачи. Есть ли особенности терапии депрессивного невроза? Да. Есть. Депрессия это отдельная тема. Которая не всегда сочетается с неврозом. Или бывает сочетанной. Но сама модель депрессии, как утеряем проекта и смысла, она совершенно по своей структуре отличается от модели невроза. Когнитивная модель депрессии и когнитивная модель тревожного расстройства, они близки. Что в депрессии человеку свойственно мыслить определенным образом и в тревожном расстройстве определенным образом. Но на моем опыте терапия депрессии гораздо более технологичней отлично от невроза. У невроза есть технологии, где есть личность, где есть обстоятельства, есть симптомы, есть конкретика. 15 часов. Спасибо. Невроз очень конкретный. А вот депрессия, она достаточно философско-смысловая такая, помимо когниции. И плюс еще к депрессии очень много примешивается действительно проблемы с гормональным фоном. Допустим, женщин. У женщин во время овуляции и вообще по циклу обновления гормональный фон пляшет. И вообще депрессия имеет специфику гормонального фона. Поэтому терапия депрессии во многом отлична от невроза, от тревожно-фобического. И нюансов много. В большинстве депрессивных случаев, все-таки, в большинстве депрессивных случаев будет показана фармакоподдержка. В отличие от неврозов, тут еще одно, Руслан, вы спрашиваете, одна особенность различия терапии. Что в большинстве неврозов тревожно-фобических и навязчивых можно обойтись без психофармакотерапии. А вот в большинстве неврозов действительно депрессивного характера, особенно затяжного и тем более соматоформного, соматизированной депрессии, уж подавно, то там больший процент необходимости применять фармакосредства в зависимости от тяжести депрессии. Там же тоже есть классификация, да? Поэтому здесь надо подходить персонально. Что доминирует? Есть тревожно-депрессивное расстройство. И надо смотреть, что доминирует. То есть тут действительно это разные немножко истории, и они по-разному корректируются. Всегда ли имеет место быть эгоизм и невротика? По-разному тоже. Бывает, что его очень много, когда мы говорим об истерическом расстройстве личности, или когда мы говорим про истерический невроз, то там, конечно, может быть много эгоизма. Есть те клиенты, в которых структура эгоцентричная и как раз нейротическое и истерическое расстройство настолько велико, что в принципе очень тяжело поддается терапии. У меня был такой клиент, достаточно сложно. Я был шестым или седьмым психологом. Сложно менять личность человека. Ну, бывают расстройства личности такие, где действительно тяжело и долго. То есть мы должны с ним настраиваться на то, что мы будем достаточно долго и системно работать над собой, чтобы поменять в себе определенные черты, потому что они ему мешают. Если они ему мешают, если он скажет, что я эгоист, и мне классно, пошли все на три буквы, и что вы меня привели к психологу, то ничего не получится. Если он это осознает и готов над этим работать, то, скорее всего, все получится. А если он не хочет и считает, что это не проблема, и это надуманное, высосанное из пальца, то вряд ли получится. Что делать, когда ты переживаешь передвигаться в пробках, в маршрутках, от переживаний начинает сводить мышцы всего тела? Ну да, мы уже говорили об этом, что есть телесные упражнения. Джекобсон есть, есть серия упражнений, которые я показал в учебнике в первой части телесные, да, мы уже об этом говорили. В основном используют Джекобсона, изометрические напряжения тела в разных частях тела, да, руки, ноги. То есть, в основном с Джекобсоном. То есть, задача трястись у вас начинают мышцы из-за адреналина, из-за напряжения, который должен быть переработан. Чтобы адреналин переработать и ничего у вас не тряслось, надо мышцами поработать. Чтобы мышцами поработать, надо просто посмотреть упражнения Джекобсона. Они, в принципе, достаточно доступны. Про депрессию, про деперс. Что про деперс? Вот вам классический про деперс. Что про деперс? Деперс – это один из симптомов, который никогда не гуляет один. Он всегда крепится либо на депрессивное расстройство, либо на тревожное. Деперсонализацию, дереализацию лечить как отдельное расстройство нельзя и невозможно. Деперсонализация такая же, как паническая атака, или как агорофобия, или как кардиофобия. Это отдельный маленький симптом, в целом расстройство. Понимаете? Поэтому лечить дереализацию. У меня есть одна девушка с жалобой на дереализацию. Она до меня работала с психиатром, допустим. Он ей говорил, что «Зайка, ну не дереализация, это астения». Ну и как-то они про это забыли. Потом там у нее было лучше, лучше, лучше. Потом что-то возобновилось, она нашла меня. И я вот ей тоже говорю, что «Слушай, ну не похоже на дереализацию, хотя все плывет в тумане. Астения». Она говорит, слушай, а мне психиатр то же самое говорит. Ну потому что вы часто путаете, что такое деперс и что такое дереал. Вы на форумах начитались и считаете, что если у вас какое-то заторможенное состояние, какое-то чувство нереальности, то это сразу синдром дереализации. В большинстве случаев вы ошибаетесь, потому что какие-то придурки в интернете вам что-то написали, вы в это поверили, почитали клинические симптомы дереализации, деперсонализации, сказали «Да, точно подходит». Хотя вы клинику дереализации, деперсонализации плохо знаете. И путаете астения, как синдром торможения, как синдром переутомления центральной нервной системы. Потому что там очень много нюансов, которые вы знать-то и не должны. Но если говорить про конкретно дереализацию и деперсонализацию, то достаточно сложный симптом, в отличие от симптома панической атаки. Потому что если паническая атака – это метафора угла и безысходности, то дереализация и деперсонализация – это метафора более сложная. Такая как «Я не принимаю то окружение, которое меня окружает». И поди ее… Вот сколько потребуется времени, чтобы девочка приняла себя, приняла окружающих ее людей, родителей, обстоятельств, страну, город. Вот сколько на это время уйдет? Кто скажет? Я не скажу. Может и не примет. Может примет. Все зависит от ее внутреннего процесса. Парень, который не может найти себя в профессии, не может найти себя в жизни, не может найти себе применения в жизни. Сколько у него времени потребуется на то, чтобы это найти? Кто скажет? А это дереализация, пожалуйста, по симптомам. Вот. Я вам рассказал, что стоит за дереализацией, за деперсонализацией, дереализацией. Так что за этим стоит именно вот очень глобальная потеря и неприятие. Помните, кстати, фильм «Беспомощный», да? Вот там же очень хорошо показано это. Где отношения на работе с партнером, где отношения с родителями, с любимой девушкой, где все это влияет на его дереализацию. И когда он стал решать эти вопросы, в конце он поймал муху, что символизировалось, и потом он вышел на улицу и улыбнулся, потому что он увидел, что пошли какие-то извинения, потому что он решил вопрос с матерью, отца похоронил, решил вопрос с братом, решил вопрос с самим собой, купил машину, купил новый дом, уволился с работы, сказал, что вообще-то у меня тут по-другому все, да? То есть он что сделал? Сделал действия, которые не делал всю свою жизнь. Это и есть терапия дереализации, деперсонализации. Делать надо, а не говорить. Тем более в интернете. Те люди, которые обсуждают в интернете, они никогда не поправятся. Поправятся те, которые поймут и будут что-то делать. Только надо понимать, что делать, а не что-то делать. Конкретика есть у каждого человека, которая его привела к этому. Ночные кошмары имеют отношение к неврозу. Могут иметь, да. После пьянки были понятны. По поводу пьянок и по поводу наркотиков. Пьянка и наркотики – это сопутствующий фактор напряжения вегетативной системы, но не является причиной к неврозу. Курение травы, употребление амфетаминовых и опиатных групп и алкоголь является фактором, влияющим на усиление работы вегетативной нервной системы и ее гипернапряга. Но не является фактором того, что это меня заставило болеть неврозом. Неврозом вы болели и имели невротическую основу до вашей пьянки или до вашей покурки. Просто процесс в том, что вы же начали курить и пить для того, чтобы расслабиться, скорее всего. А расслабиться вы хотели для того, чтобы именно как раз выйти из этого напряжного состояния. Но вместо того, чтобы вас расслабить, вас накрыло, потому что уровень напряжения уже был велик достаточно. Поэтому здесь трава и алкоголь ни при чем. Вот. Значит, да. Ну, у меня на спрашиваю 5000 вопросов и полторы неотвеченных, поэтому, конечно, сейчас будет так. Не все смогут, скорее всего, вопрос задать. Но, ребят, кому повезет, что я не знаю, как по-другому. Как избавиться от навязчивых мыслей? Работать с когнитивно-поведенческим психотерапевтом, начать эти мысли. Там есть две стратегии. Есть стратегия, которую я назвал «сила трения», и есть стратегия конкретно рационально-поведенческая. Смотря какие мысли и что доминирует. Есть такое упражнение замечательное, просто им не сопротивляетесь. Разрешите им быть, и все. Пусть будут такими, какими они есть. Но в двух словах я вам это не объясню, как избавиться от навязчивых мыслей. Это примерно как оперировать аппендикс. Есть технология, есть санация, есть доступ, положение доступа, размер доступа, есть рассечения, виды рассечений, виды скальпелей, есть слои, которые вы рассекаете, есть расширители, которыми вы это делаете. Много нюансов. Как избавиться? Есть технологии, как избавиться. Ответить, как вылечиться от невроза? Примерно такой вопрос. Достаточно общий. Есть технологии, как либо вот так вот эти популярно тебе ответить. Нельзя, понимаешь, Даш, нельзя популярно ответить. Надо понять, что за навязчивые мысли. Скажу тебе сейчас, разреши эти мысли, а я не знаю, что там у тебя. Ты их себе разрешишь, и будет хуже. Я не могу на себя такое ответственность взять. Как работать в социофобии, комплексной полноценности? Как работать, работать с психотерапевтом? Надо понять, чем вызвала социофобия и комплексной полноценности, и увидеть необъективность. И очень важно в социофобии применять поведенческие техники, которые позволят как раз тот самый рефлекс и мыслительный процесс поменять. То есть социофобия – это убеждение, если хочешь. Это убеждение, что я, что бы ни делал, буду плохим или меня оценят плохо. А это ошибка, это иллюзия. Задача психотерапевта – тебе эту иллюзию показать, и чтобы ты эту иллюзию перепроверил и переделал, что ты ошибаешься. Но плюс еще показать, как она была сформирована. Макс, слушай, а включи, пожалуйста, этот телефон в зарядку, а то мы сейчас поедем с тобой, а он там в провод торчит белый. Спасибо. А то он сейчас рубится, наверное. Да, там 50% осталось. Спасибо. Вот. От шума на улице начинается тряска, как только закидываю наушники с музыкой, становится легче. Похоже, говоришь ты, Александр Джей Кей, на симптом неврастении, когда от шумов, яркого света и яркого звука начинаются, ну, раздражают шумы, раздражают звук, свет, не способен сконцентрировать внимание. Да, Саша Джей Кей, ты описываешь неврастении. Ты описываешь неврастенический симптом как симптом переутомления. Да, всё, что ты пишешь, от шума на улице начинается тряска, как только закидываю наушники, ты расслабляешься не от музыки, а от того, что это другая немножко музыка, она тебе нравится, это немножко не то. Пропадает дерево, не способен сконцентрировать, потому что, когда ты вставляешь музыку в уши, тебе она нравится, и ты получаешь позитивные эмоции, ты отключаешься от внешнего мира, понимаешь? А когда ты музыку не вставляешь, ты слышишь внешние раздражители, а ты видишь все эти яркие шумы, и скорее всего тебя это раздражает. Он пишет теряться, а не тряска. Я понял. Теряться. Ну и теряешься в том числе, или тряска. Здесь сейчас не главное это. Скорее всего, дело в том, я просто сейчас думаю, скорее всего, ты каким-то чудным образом относишься к людям, которые тебя окружают, и к самому себе в этих обстоятельствах. И то, как ты относишься к себе и к людям в этих обстоятельствах является очень важным. Потому что, когда ты одеваешь наушники, ты как бы изолируешься, и тебе поэтому становится проще. Как только ты музыку высовываешь из ушей, то ты опять как бы с ними начинаешь контактировать, и видимо тебе это либо тревожно, либо не хочется. Надо разбираться. Ну что-то туда. Тут нету рекомендаций. Я просто вижу, как это, с чем бы я работал, да? Куда? Про отношение к людям, про отношение к себе. Суфреальная температура. Да, в неврозах, особенно в невростении, может быть повышенная температура до 37,4, и держаться долго. Это тоже невротический симптом, но здесь очень важно правильно провести дифференциальную диагностику, чтобы быть уверенным, что это невротический момент, а не воспалительный процесс какого-то органа. Правда ли, что чем чаще пульс, короче жизнь? Нет, неправда. Это абсолютный бред. Чем чаще пульс, тем короче жизнь. То есть, по вашей логике, Андрей, Антипин. То есть, по вашей логике, все люди, которые занимаются спортом, каждое утро покупают дорогостоящие абонементы в фитнес-клубе, они все делают это для того, чтобы жизнь была короче. Правильно я вас понимаю? А люди, которые занимаются профессиональным спортом и футболисты всю свою жизнь, занимаются, чтобы жизнь была короче. Ну, согласитесь, глупость, да? Написали. Но не вы, а вопрос задали немножко нелогичный и смешной. Чем чаще пульс и чем более выносливое ваше сердце, тем лучше ваша жизнь и не короче. Поэтому люди занимаются спортом, бегают, тренируют свое сердце, чтобы наоборот тренировать его на нагрузку до высоких пределов. А сердце работает до 240 абсолютно. Пароксизмальная тихикардия, как болезнь, да, Сердце, вон она, девочка, знакомая с пароксизмальной тихикардией, 210-240. Живет спокойно. Ну, да, ей придется сделать там абляцию, да, определенную, потому что действительно пароксизмальная тихикардия. В неврозе пароксизмальной тихикардии нет. В панической атаке, в тревожном расстройстве ваша тихикардия, как правило, доходит до 155 максимум. А мне пишут иногда, что меня пугает пульс 90. Ну, бред, ребята. Нагрузка на ваше сердце рассчитывается по формуле 220 минус возраст, отсюда 80%. Ну, то посчитайте. 220 минус ваш возраст и 80%. 220 минус возраст и взять 80%. У вас средний пульс в состоянии нагрузки будет 140-160 в зависимости от возраста и от состояния сердца наличие того или иного заболевания. А пульс 100-120, он, в принципе, абсолютно функциональный. Нету здесь никакой опасности, если нету ишемической болезни, если нету ортокоронарной недостаточности и так далее. Поэтому прекратите думать, что пульс 90-110 вас загасит, особенно после еды. Ну, что за... Вот это опять история про незнание, да? Я тот самый пример девочки с папой без защиты, которая хочет заслужить уважение и доказать мужу, его родителям, что не пустое место. Куда двигаться дальше? Какие задавать себе вопросы? Я в тупике. Лена. Лен, ну, понятно, что ты, скорее всего, про себя услышала и да, здесь я тебе не скажу, куда тебе двигаться дальше, потому что я тебя не знаю. Здесь вопрос касается того, что тебе можно познакомиться с учебником, да, который касается поиска анализ внутреннего конфликта и работать именно с... найти эти убеждения и попробовать эти убеждения сделать более гибкие. Допустим, я должна доказать мужу, было бы лучше, если бы я... То есть там много вариантов, понимаешь, и как в когнитивной терапии, и в динамической. Вот куда двигаться дальше, я тебе не могу сказать, потому что я не знаю обстоятельства твоей жизни и не знаю тебя, но то, что ты это чувствуешь и то, что ты это видишь, это уже замечательно. И считай это таким маленьким элементом осознания. А вот так вот с кондычка сказать, куда двигаться дальше, но двигайся дальше на тему, знаешь, какую, а действительно ли мне это, чёрт побери, надо? Вот туда. Хорошо? Алексей, как происходит перестраивание подсознательных убеждений в себе, если в детстве человек, допустим, постоянно... Да, я понял. Как пересходит когнитивная перестройка? Когнитивная перестройка происходит только тогда, когда вы постоянно выполняете упражнения когнитивного терапевта, особенно, когда вы записываете. То есть, когда вы постоянно будете вести таблицы, которые я вам даю, или ваш, или мой коллега вам даёт, да, и ведёте рациональные ответы на вопросы, которые там уже заготовлены, вот тогда у вас мозг начинает что? Перестраиваться. Вы даже не заметите, как. Просто ведите таблицы, не ленитесь, потому что, если вы таблицы вести не будете, а будете просто, вот, как бы, ждать у моря погоды, ничего не перестроится. Высшая нервная деятельность тренируется только посредством примера и постоянства. Трава на планете Земля растёт под какими... Давайте я вам так объясню. Любые изменения в человеческой психике это часть природы, согласны? Как человек. чтобы произошли какие-то изменения в природе, должно сопутствовать определённые факторы. Первый фактор это питательные вещества. Но если мы сейчас говорим про рост и изменения, должны быть питательные вещества, должны быть условия, допустим, тепло, и должен быть солнечный свет. Никаких усилий здесь прилагать не нужно. Единственное усилие, которое должно быть в плане когнитивной терапии, это чтобы постоянство ввели в постоянство работу с дневниками и работу с когнитивным изменением. Вот когда вы это постоянство ведёте, вы измените. Точно. Кто занимался когда-нибудь бодибилдингом или похудением? Вот кто занимался, тот знает, что когда ты сегодня поел, а завтра не поел, у тебя результата не будет. И результат будет только тогда, когда ты это делаешь постоянно. У тебя количество белка, углеводов и микроэлементов включающая воду. Каждый день одинаковые. Ты каждый день ешь одни и те же продукты, не срываешься и делаешь это. Ты тренируешься, у тебя постоянство тренировки, питание, сон. Тренировки, питание, сон. И так достаточно долго. Когда изменения будут? Если человек ходит, не ходит, пишет, не пишет, ест, не ест, никакого результата не будет. Вот вам короткий ответ на этот вопрос. Но он очень важен. Курение невроз. Понятно. Курение является компульсивным ритуалом. Когда вы что-то делаете, как еще и подышать. И еще ритуалом какого-то процесса открыть пачку, взять сигарету, зажечь, подышать, ты мочек. То есть, как правило, усиливается потребность курения на самом деле не от сильной привязки к никотину, а от повышения нервно-психического напряжения жизни, даже неосознанного. Вот я на себе это испытал. Как только ты в своей жизни попадаешь в ситуацию, где у тебя больше внутреннего напряжения, ты сразу начинаешь курить больше. Потому что желание снять вот это напряжение ритуальчиком усиливается. Другое дело, что курение здесь, оно не несет никакой пользы ни для легких, ни для сердца, ни для гортаний, ни для сосудов, ни для чего. И если у вас допустим есть вегетативные симптомы достаточно острые, ярко выраженные, я бы не рекомендовал вам курить и пить кофе и кофеиносодержащие напитки, включая тауриносодержащие. Особенно в сочетании таурин-кофеин и еще и курение. Не потому, что это вас там убьет как-то, а потому, что кофеин, таурин и еще и этот самый как его никотин, одна группа, но влияющие в виде стимулятора в виде алкалоид, алкалоиды, которые работают как стимуляторы вегетативной нервной системы и высшей нервной деятельности. Нафига вам себя стимулировать кофеином, эфедрином и прочими стимуляторами, когда у вас и так зашкаливает? Не стоит. Поэтому на процесс, пока у вас яркие симптомы вегетативного характера, я бы вам все-таки рекомендовал оставить курение и кофе и кофеин с таурином. Если к курению сильная привязка, попробуйте заменить это на минимальное количество никотина, либо старайтесь понижать дозу. Как понижать дозу курения, знаете? Рассказать? Надо заканчивать уже. Берете, допустим, вы курите в день 30 сигарет и разбиваете себе календарь. Каждый, смотря там в зависимости от срока, если срок очень большой, там больше 5 лет, то делайте шаг больше. Если срок маленький, делайте шаг маленький. Если срок курения 10 лет, делайте шаг там, я не знаю, 4, 3, 5 дней. Проще говоря, 30, 29, 28, 27, допустим. Понедельник, вторник, среда, вы курите 30 сигарет, ну условно, чтобы поняли логику. Четверг, пятницу, субботу, 29, воскресенье, понедельник, вторник, 27, 28, ну и так далее. Выберите шаг оптимальный для себя и таким образом вы за долгий достаточно промежуток времени плавно снизите дозировку и придете где-то примерно к 5-4 сигаретам в день. А 5-4 сигарета в день это уже чисто по медицинским показателям и так далее не так сильно концентрирует количество угарного газа и количество тяжелых металлов и прочего фигни, которые там в дыме появляются, чем от пачки. А потом вы примете для себя решение, что вы и хотите собственно и от этого избавиться. При алкогольном опьянении никаких страхов и жизнь супер. Ну да, потому что когда спасибо за рекомендацию Денис, при алкогольном опьянении действительно растормаживается нервная система, но это ни в коем случае не несет вам положительного эффекта, потому что когда начинается продукт, когда начинается процесс распада этилового спирта, именно от этого вы и опьянеете, через несколько часов организм начинает торжественно бороться с продуктами распада этого этилового спирта. соответственно вегетативная система и все защитные реакции системы организма начинают еще больше работать в усиленном режиме. Если у вас есть и так невротический уровень достаточно высокий и вы еще на него капаете продуктами распада этилового спирта, то вы просто насилуете свой организм. Для чего вы это делаете? Понятно, чтобы просто расслабиться, но вы таким образом делаете себе заподлянку. Вместо того, чтобы расслабиться, вы, во-первых, отравите свой организм, вы можете получить достаточно быстро зависимость от этого. И в конечном итоге вы не избавитесь ни от невроза, ни от навязчивых мыслей, получите себе алкоголизацию, получите себе депрессию и будете винить во всем государство, кроме себя. Я считаю, что ни правительство, ни государство не надо винить, кроме как самого себя. в каких-то обстоятельствах своей жизни. Значит, посоветуйте, пожалуйста, какие витамины лучше употреблять, как часто советуют витамины. Я рекомендую комплекс витаминов группы В, да и любой, наверное, знающий человек на эту тему скажет то же самое. Другое дело, что все витамины и все микроэлементы вы должны консультироваться. Я, как тренер дипломированный, могу вам рассказать про витамины и порекомендовать витамины группы В. Показать вам банку и показать вам ну давайте сделаем рекламу. Макс, американцы, нет, Твинлоп, Твинлоп, B-комплекс, нет, ну Твинлоп, B-комплекс. Я не вижу. Немного, посмотри. Ну, нет. А, все, я уже нашел. Одно, маленькая. Нет, это С, такая же, только B. Да, как это называется? Ну, большая, это С витамина. Такая же, рядом баночка должна стоять, посмотри. Вот, обычно, витамины B, да, честно, я в свое время, когда занимался, выступал, было много со мной съедено разных витаминных комплексов, но когда я увидел вот американские витамины, да, их дозировка, их комбинация, относительно тех витаминов, которые есть в аптеках Российской Федерации, о, спасибо. Безвольно у нас заканчивается. вот, то по дозировке мне нравятся вот такие витамины, американцы сейчас поаплодируют, мне кажется, значит, да, по процентным пять тысяч процентов одни мои дозы, тысячи процентов, то есть, тут достаточно сильная одна камсула в день, достаточно сильная концентрация витаминов, никаких вегетативных симптомов она не вызывает, да, ну, давайте выпей. Заметьте, я не планировал рекламировать витамины, задали вопрос, да, обычная комбинация витаминов группы В, она так и называется стресс-б-комплекс, потому что витамины группы В очень сильно влияют на нейрообмен, на скорость нейронов и так далее и тому подобное. Если у вас есть, а у вас наверняка есть вегетативное и нервно-тревожно-фобическое расстройство, то, конечно, витамины группы В пропить в хорошем комплексе или проколоть правильной подборкой, конечно, нужно. Кто лежал в отделении неврозов или в ПНД, знает, что приходит тетенька с жидкостью красной, желтой, прозрачной, это и есть витамин В2, В6, В12. Помните, да? Вот это туда же. Ребят, давайте заканчивать, иначе мы не закончим серьезно. Давайте, я сейчас открою форум, но вы, пожалуйста, не пишите вопросы больше, ладно? просто там остановимся, потому что мы не закончим никогда. Может быть, несколько конфликтов, может быть, много убеждений. Как перестать мерить пульс? Ну, стойте, подождите, давайте про пульс и про давление. Смотрите, у меня была клиентка не так давно, которая мерила пульс 30 раз в день. Смотрите, также так попробуйте сделать такую же историю, как и с курением. 30 раз, 29, 28, 27, 25, 20, 15, 10, 8, 5, 3. Вы должны прийти на 3 раза в день. Другое дело, что это чисто бихвиральный подход. Она же мерила пульс не потому, что ей прикольно 30 раз в день, а потому, что у нее есть убеждение, что ей надо его померить, потому, что вдруг что произойдет. Чтобы перестать мерить часто пульс, вам нужно пройти вот эти этапы, обучающие, почему вы его меряете, что вы боитесь, что может быть и так далее, и тому подобное. И снижать дозировку этой компульсии. Параллельно снижая дозировку этой компульсии, ваша задача понять, какие обстоятельства вашей жизни так вами непереносимы, что вы вместо этих обстоятельств думаете о пульсе. Вот куда надо работать. Что сегодня в вашей личной жизни профессиональной, карьерной, такого, что вам приходится лучше мерить пульс, чем решать какие-то обстоятельства. пульс, Ну что, давайте сайт вы хотели, да? Смотрите, что на этом сайте значит есть. Сайт просто обновили, сделали его более удобным, сделали его более информативным. Многое еще на него не закачено, не в плане там чего-то нету. То есть, там должны будут интегрироваться оплаты карт онлайн. Ну, Visa, MasterCard, это сейчас готовится. Там будут размещены баннеры партнеров, в частности Институт психоанализа московский. Кстати, еще разок, кто в Москве живет, хочет еще раз все это подробно проговорить, да, очно, 18 августа записывайтесь, запись на новом сайте в разделе новости, там есть почта, на которой можно записать заявки. 7-часовой семинар очный, без онлайна, для тех, кто живет в Москве. В начале сентября с такой же точно лекцией, может быть, даже двухдневной, я буду в Петербурге. Темы тревожнофобические, стратегии, тактики, упражнения, там и так далее. Значит, да, что мы еще на этом сайте сделали? Мы сделали учебники, я записал несколько новых видеороликов, я написал правила определенные, я написал перечень своих услуг, я сделал много видео, сделали дополнительные рубрики, то есть, как бы обновили сайт, сделали его более каким-то современным, информационным. А, еще что мы сделали? Мы сделали, можно скачивать книги, которые я рекомендую к прочтению, можно прям скачать и читать. Не все успели сделать, книги будут дозаканчиваться, видео будет дозаканчиваться, технологии оплаты будут дозаканчиваться, там классификаций много, то есть, сайт будет развиваться, будем его наполнять. Какие планы дальше? Дальше мы открываем центр психологического консультирования в Москве, набираем штат персонала и в этот штат войдут кардиологи, в этот штат войдут неврологи, которыми можно будет консультироваться. с этими кардиологами, неврологами я вас познакомлю дистанционно, в ближайшее время будет после 18 августа проведены еще вебинары с кардиологом, затем с неврологом, которому вы сможете задать вопросы, именно касающиеся кардиологии или неврологии, для того, чтобы врачи ответили на ваши вопросы. Затем будут вебинары с моим психоаналитиком и моим супервизором Александром Авраамовичем Плоткиным, это профессор Московской психоаналитии, затем будет семинар с Дмитрием Викторовичем Ковпаком, затем будет семинар еще с рядом психотерапевтов, которые будут рассказывать те или иные концепции. В общем, будем делать регулярные вебинары, они будут платные, там будет небольшая символическая оплата, оплачивать больше не нужно будет, как в прошлый раз бегать с чеками, кнопочку только единственное, что должна быть у вас карточка электронная, ну, кредитка, да, и все. То есть, не надо больше никуда бегать, взяли у сестры и у брата карточку, дай 300 рублей, да, и все, достаточно просто. Как видите, сервис вебинара достаточно несложен, все очень просто, вебинары будем делать регулярные, я понимаю, что, наверное, вопросов море, потому что там полторы тысячи вопросов, но в целом, мне кажется, я, потому что вопросы-то все повторяются, вы же понимаете, да, что делать, что делать, что делать, что делать, но все об одном и том же. Почему нельзя принимать ЛСД? Слушай, да уешься ты, ЛСД, господи, ну принимай, стихо, так хочется кайфануть, от жизни нормально не можешь кайфовать, принимай, что хочешь, твое право. Почему нельзя? Я не говорю, что нельзя, я говорю, что у каждого свое право. Садись в деревню психиатрии, посмотри на этих матрица, 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 ну иди, принимай, сколько хочешь, что я тебя останавливать буду? Пейте водяру, с утра стакан, весь день свободный, кто тебя останавливает? Делай, что хочешь. Делайте, что хотите, реально, принимайте, не принимайте. Я же не этот самый, не гуру, который говорит, что нельзя. Я занимаюсь теми, кто хочет. как бы. Еще у нас на сайте есть рубрика «Вопросы и ответы». Вы можете все свои вопросы, ребят, повторить там. Пожалуйста. Давайте сайт я вам покажу, что вы дождались уже все, мне кажется. это у нас слайд прошлый, есть три типа людей, помните, я вам говорил, ботаники, циники, делатели, да? Что есть люди, которые вот будут типа все знать, но ни хрена не делать, есть циники, которые будут обесценивать, есть те, которые пойдут и сделают. Я вот вам желаю пойти и сделать. Ну, собственно, знакомьтесь. Вот сайт, заходите, регистрируйтесь. Сайт доступен только зарегистрированным пользователям, соответственно, всю информацию, которая там находится. А, кстати, я же там сделал исповедь двухчасовую, забыл совсем. Там два часа рассказывается про то, как я воспитывался, чем я занимался, как я вообще пришел в психологию. Макс, когда смотрел, чуть не прослезился. Значит, ну, я синичный немножко к этому, да? Вот, значит, на этом сайте есть рубрика «Вопросы и ответы». Вы можете все свои вопросы, которые, ребят, я сегодня не ответил, да, вы можете их туда скинуть, и я по возможности буду на них отвечать, и вы их онлайн-ответ на них увидите. Ну, там типа спрашивайру, мы такую ленту сделали, да? Вот. Единственное, что, поскольку вас 160 человек, и если вы сейчас все ломанетесь туда, есть такая возможность, что онлайн 160 человек будет подтормаживать. Поэтому вы так это хотите сейчас, хотите попозже, зайдите, потому что если сейчас онлайн 160 будет, ну, давайте попробуем, а вдруг будет работать, хрен его знает. Регистрация очень простая, вот, сайт делали для вас, там много видеороликов, и старых, и новых, я еще снял несколько, но не успел их закачать, потому что мы готовили рассылку, до 5 утра с Максом рассылали сообщение, значит, потому что нас подвела электронная программа, ну, форс-мажор, значит, все почты и контакты там есть, онлайн вопрос есть, задать вопрос есть, все сервисы работают, онлайн заявка, это касающиеся учебников, задать свой вопрос, это приходит нам на почту, вопрос-ответ, это все как раз вот типа спрашивай.ру, пожалуйста, но не заходят, потому что надо регистрироваться, значит, да, регистрируйтесь, заходите, и все у вас будет в порядке, но я думаю, что сейчас, фу, на линии 60 человек, сейчас начнется жесть, вот, короче, крушите, ломайте, что хотите, делайте, значит, да, ну, я без иронии, постарайтесь относиться человечески к людям, вот, спасибо, изучайте сайт, смотрите видео, смотрите исповедь, там интересно, мне кажется, очень искренне получилось, и я честно, от всей души старался, я знаю, что я не могу прыгнуть выше головы, но я правда постарался вам очень информативно объяснить, да, еще, пожалуйста, напишите Максиму ВКонтакте, кто записывал вебинар, видео, трансляцию, если вы записывали, скиньте, пожалуйста, ему ссылку, а я размещу на сайте, чтобы другие ребята смогли зайти, ребят, ссылки на сайт нет, она перед вами, смотрите, безневроза.tv Эту ссылку вы потом найдете во всех, на всех видео, во всех социальных сетях, и сейчас мы это опубликуем, спасибо вам большое, скоро увидимся, да, семинар Алексея Красикова в Киеве, правда, Жень, будет в Киеве, вы будете смотреть, на семинар Красикова, там есть группа ВКонтакте, которая этому посвящена, можете переговорить, вступать в эту группу, задавать вопросы, сначала в Москве, потом в Питере, потом в Киеве, да, вот, так что увидимся, кто захочет увидеть меня в Москве, записывайтесь на семинар, через сайт, счастливо, пока, спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok